Пожалуйста, у меня после кофебрейка будет. Имеет смысл сейчас переписать со мной? Да, лучше кофебрейка. Да, если вам удобно. Сейчас уже просто. Не, ну если у меня после сейчас уже начнется, должно. Время по списанию. А как бы управляете этим, да? Управляет. В данный момент предъявляет. Но я думаю, что подойдет человек в костюме Фавел. В общем, он будет сидеть какая-нибудь в кресле, к кому можно подойти. В 15.01. Я думаю, мы будем начинать. В сессии в программе некоторые изменения. Первый докладчик у нас Петр Валерьевич Бакланов из СТФ. И он расскажет о методах прямого определения расстояния и все. Все подбакуты. Ага. Ага. Я буду рассказывать о том, как с помощью теоретического моделирования СТФ. Можно значить его улучшить. Методы подведения расстояния для этих объектов. Что является результатом этой работы. Краткий план работы такой, что у нас нет короткого ведения, и потом рассказ, как работает метод, какие были проблемы, как мы эти проблемы можем решить, и некоторые вызовы. Доклады. И начнем с того, что на этом слайде показаны лестницы катрических расстояний. Каждый квадратик – это некоторый способ определения расстояний. Существует целый запах этих способов, которые работают для разных объектов на разных масштабах. Внизу способы для самых коротких масштабов – это гигапарсек. Внизу психологические масштабы в сторону гигапарсек. И важно, что наш способ, в котором я буду рассказывать, относится к этому квадратику, который лежит на масштабах по гигапарсеку для гигапарсека. Способ относится к окну второго типа ПЭК. И важно вспомнить, что, видите, некоторым понравится наберут следочки, это означает, что эти способы переброются по предыдущим ступеням лестницы расстояния, то есть они зависят от предыдущих шагов по этой лестнице. Тот способ, о котором я буду рассказывать, является прямым способом. В этом смысле не наследуют никакие ошибки от предыдущих ступеней лестницы расстояния, что уже, сомневно, важное преимущество. Сорка светлого и второго типа – это светлого, в которых наблюдается линия водорода, у них массивная водородная оболочка, и в таких светлого среди всех светлого по оценке 50-х годов был… В таких светлого 57% от всего объема, а светлого и второго типа по тип П – 70% среди всех светлого второго типа. Таким образом, доля светлого этого типа, к которому применяется данный метод, о котором я буду рассказывать, представляет 40% от всего объема светлого, то есть это почти половина всех светлого, до которых нужно подменить расстояние этим методом. Вот красивая картинка, фотография вверх фильтров БВА для светлого 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 с нашим модельным расчетом из работы совместной с Сергеем Ивановичем и Греховым Николаем 2005 года. И тот фотография картинка для того, чтобы видно, что в фильтре В, это вот верхняя, вливая блеска, в полосе В действительно видно Плато. То есть букву Б, которое название по типу фигуры, это слово Плато, в том, что звездная величина полосе В в течение 90 дней практически не меняется, что, в принципе, довольно удивительно такого динамичного объекта, как сверхновая, которая расширяется с кростями 5-10 тысяч километров в сверхновку и километров в секунду в окружающем пространстве. Ну, почему это происходит? Это было понятно уже давно до 80-х годов. В 80-м году надежные, мы видим, что на этой стадии происходит следующее, что после выхода ударной волны, которая газовый шар нагревает по температуре сотни тысяч градусов и заставляет его расширяться, выводя на свободный хабридский разлет. Что значит свободность? Значит, что огромная энергия взлетает, кроме того, что генетическая энергия каждого элемента вещества значительно больше, чем энергия взаимодействия с соседними элементами и значительно больше, чем ингредиционная энергия средств. Поэтому выставка, порядка нескольких суток, такая разлет шара приводит к холосту. В разлету шар разлетается и светит с поверхностью. С поверхностью он светит, выходит, вносит излучение, и внутрь по массовой координате бежит волна охлаждения, сопровождаемой волной рекомбинации, рекомбинации водородок. Долодная оболочка, известно, что, как и в ранней Вселенной, на 2000, а на температурах порядка высоких сахалов 6000 градусов, и прозрачность резко падает на краю, и волна рекомбинации бежит внутрь по координате, но при этом сносится расширяющимся веществом координару. Получаются два эффекта. Бежит внутрь волна рекомбинации, наружу не носится веществом, она сносится. Поэтому эта граница там практически стоит в пространстве, на этой границе у меня находится фотосфера, и температура тоже фиксирована, там 6000 градусов. Получается, что поверхность фиксируется фрунтом комбинации, температура фиксируется температурой комбинации, соответственно, блеск сверхнового в этот момент стоит. Вот происходит такое плато, по которому такие сверхновые называются сверхнового типа складов. И сейчас в приложении конкретных методов для этих сверхновых уже в 1974 году мы предложили метод, который назвали метод расширяющийся фотосфер, или ПМ-метод, где это заключается в чем? Что довольно проста. Чтобы определить расстояние между объектом, вам нужно узнать его линейный размер, и по каким углом он видит. Как определить линейный размер? Очень просто. Харбовский закон связывает вам координату радиуса с элементом вещества, с его скоростью. Если вы знаете начальный момент времени, и по электральным линиям можете померить скорость вещества этого элемента объемом, вы можете определить его координату, линейный размер. Сегодня на втором докладе нам показывают прекрасный спектр, получаемый с полуто-метрового телескопа. Там видно профиль по синему, который образуется. Зирот по профилю по синему, по минимальному, по положению минимума в абсцепционной компоненте, можно оценить скорость. Там есть свои детали, но скорости можно найти. Вопрос заключается по каким линиям мерить, лучше мерить по слабому линии, которые еще формируют звуковые фотосферы, потому что нас интересует, где находится фотосфера. Таким образом, мы определяем легильный размер наших фотосфер. Что такое угловой размер цветного? Угловой размер цветного можно оценить как отношение под корнем поток. потока наблюдаемого, который мы меряем через стоп, поток, излучаемого с поверхности цветного. Представим, на время, что мы это, поток таких-то соображений знаем, тогда мы знаем угловой размер, который мы видим цветного, и просто линейное соотношение между наблюдаемыми величинами цвета и В. Несколько моментов времени, по двум точкам, мы можем провести прямую. На самом деле, лучше провести наблюдение. Несколько моментов времени, ненейная регрессия, мы можем найти наклон этой прямой и на начальный момент взрыв. Тут находится расстояние. Вопрос заключается таким образом оценить поток фотосферный. Изначально кишневый клан предполагали, что поток имеет фотосферный, то чернотельный спектр, то есть, вот здесь, в центре диапазона, и на В. Чисто чернотельный спектр. В принципе, это соображение понятно, потому что для ранних, уже в первый день обсуждали, реликтовый спектр имеет очень хорошую планковскую форму. В принципе, происходит то же самое. Мы имеем тепловую баню, реализованную водородной плазмой, у которой есть довольно четкая граница, граница рекомбинации. После этого граница рекомбинации в дороге практически прозрачен. Если внутри тепловая баня не в термоэкономическом зависит, и мы знаем панковский спектр, он снаружи, внутри, он выходит, и мы имеем панковский спектр и снаружи. Но оказалось, что это не так, что нам нужно вводить некий поправочник потенциал, хотя бы понятно это. Это стало ясно довольно скоро, потому что в фактическом диапазоне основной вклад непрозрачный сдает в том числе рассеяние, которое значительно превосходит абсолютное поглощение, которое тимулизует потом. и таким образом спектр, как минимум, будет деметирован. Ну, панч, кто-то не сдержан. Ну, плюс в него входят и другие эффекты покрасения к краю, например, к темнению к краю, то, что все-таки как бы корректно учитывать различные аппроксимации для большого количества линий, а там миллионы могут быть с петральных линий, будет многие разные эффекты, поэтому люди вводят такой корректирующий коэффициент где-то, раньше мы называли фактор телевизор, но, как я говорю, это заходит много раз в отличие. Например, может быть такое, что оболочка не стерически симметрична, а, например, некая кольфоба. Смотрите, по оценку она уже посветилась, а снаружи еще отличная толща большей геницы, некий геометрический фактор, который тоже может быть заложен. Поэтому можно правильно называть фактор коррекции расстояния, потому что оно напрямую влияет на оценку расстояния. Ну, представь, какое предположение делается на подходящий поток, фотометрия в полосе S наблюдается некая звездная величина, находится такой интеллиал, с легкой некой полосой, и тогда наблюдаемая величина, минимизируя сумму между наблюдаемой величиной и нашим предположением, для нескольких фильтров, так как именно для двух нам надо, из набора, например, B, V, I, может быть, другой набор, например, B, V, I, или, может быть, R, I, мы находим комбинацию, комбинацию скалькового, которую задает ампанский спектр, и вот произведение Z на главу размер сверхновой. Отдельно вытащить главу размер сверхновой не получается, они входят в виде комбинации. Как его вытащить? Вытащить всего удается только с помощью численного моделирования. Такая работа была сделана Руном Исманом, Райленд Шмидтом и Руэльд Шмидтом в 1996 году. Они построили 63 модели, численные до 7-го 2-го ТПП. У них был функциональный код 1-го ТПП. Вот эти точки для разных начальников конфигурации они отложили здесь. И они показали, что, оказывается, существует коррекционная зависимость. То есть это не функциональная зависимость, а коррекционная. На диапазоне от 5-ти тысяч до 10-ти тысяч можно провести некий фин через эти точки, в которых коррекция расстояния можно быть определён по цветовой температуре. Они построили этот фит вот, может быть, видно, проведён адруктивные линии. И тогда всё замечательно. Замечательно, потому что мы определяем цветовую температуру, мы по этому фиту находим партердит, и мы знаем угловой размер. Линейный размер мы определяем по холостому соотношению, и тогда у нас расстояние в кармане. В 2001 году сделал работу и нашёл расстояние определяется в этих сплошных кружочках. Тут отношение как раз линейного диапазона, чтобы угловой размеры скорости по горизонтальной оси с временем, с момента наблюдения. И вот это линейное как раз соотношение угол наклона, который создает как раз расстояние. Незакрашенные кусочки показывают расчёт, если бы мы сделали для чернотельного спектра. То есть без капитита положили правильную эффективность. Видно, что наклон в разы может отличаться, а соответственно расстояние разы отличается. Все эти параметры нужно учитывать. Почему 4? Потому что делается для разных наборов полос фильтра ВВА ВВА находится ВВА и ВВА отопременно, по которым минимизируется сумма для нахождения особой температуры координации ЗИТО на 5 Замечательно. Можно пользоваться этим соотношением, которое нашли истинно. Но через примерно 10 лет такую же работу сделали ВВА провели гидравлическое моделирование но совершенно своим кодом на других основаниях он происходит то есть у них под самым ген, который они адаптируют для сверхновых из кода изначально назначен для расчета атмосфер горячих звезд по-другому не прошла, если считается совсем другой код но они подтвердили результат, что действительно на депозоне температуры от 5 кг до 10 существует такая переляция где ЗИТО можно определить факты от температуры то есть привели свой фит но оказалось, что фит проходит систематически выше чем фит от а это значит, что напрямую влияет на расстоянии значит, что систематическими расстояниями должно быть выше таким образом получилось как бы две шкалы если вы используете фит диск короткое шкало расстояния и если используете фит десактора длинное шкало расстояния они отвечают почти 50 раз и он для того же самое сверхновое это самое близкое 50% 50% то есть сейчас 50% но это много даже 50% но это много даже для такой близкого сверхнового как 99ТМ, которое он испытывал на расстоянии всего лишь 10 мегапарсек потому что рядом с нами что же говорить о космологических расстояниях оценки, которые давались по на десактор вот они около 8 мегапарсек а в последней работе около 1,5 мегапарсек это здесь применялись фиты десарта и вот современная работа там первые истинные короткие истинные короткие истинные потому что десарта продавался работой в 2005 году еще не было десарта и привело к тому, что современные работы публикуют две шкалы то есть под 8 сверхновок определенными методами пьем-расстояния в 2014 году была работа в ГУСКИ они пишут отдельно две шкалы истма отдельно две шкалы десарта и собственно наша задача заключалась в том что именно покажет наше моделирование вот скайл, который упоминался в начале это некий код такой фреймбок из как моделировать цветновые две врезки по разным комбинируя различные супрутины вы можете моделировать разные цветновые в том числе и цветновые второго типа в и вообще говоря я ожидал что на самом деле такой хорошей вариации не будет может быть какая-то третья и это в неком смысле эмпирическое соотношение которое совсем не очевидно что он должен быть таким и результат нашей работы такой что если взять взгляд моделей в широком диапазоне параметров радиус 50-х менялся от 100 до 1000 масса от 200 до 25 радиусов а энергия взрыва уделялась около центральной области была от до 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 예요 и оказалось что для нас понравилось вот это та же самая диаграмма для разных полос рассчитан по для диапазона температура от 5 до 10 тысяч atar про готов реак Net зарода, это герософтические полосы, где мы видим, мы как раз видим, что корреляцию очень хорошо подтверждает. Что более удивительно, что фип десарта, наш пид это оранжевая криводрестка, оранжевая пива, а фип десарта, вот такое сиреневые ленин, но удивительно, он практически накладывается на наши расчеты и очень близко совпадает, что было на самом деле удивительно, потому что, когда задумывается о работе, предполагалось, что следующим этапом будет, что мы, согласно нашему фиту, пересчитаем все расстояния IPM и скажем, что вот такое расстояние. На самом деле, оказывается, что пересчитывать не надо, потому что от 17 десартов мы в этой работе подтверждаем его результат. Если здесь вот покажем 37 моделей, здесь вот для одной модели важно, что здесь то, что мы можем моделировать некую целую эволюцию. То есть если десарты и Исман считали стационарную атмосферу, то есть для каждой модели у них одна точка. Для нас для каждой модели это целый трек. От начала взрыва, выход ударной волны, мы можем рассчитать выход на плато, выход на хвост. Поэтому вот если один трек не считать, то видно, что можно посмотреть, как меняется эта синтезависимость. Здесь область, где никакого корреляции нету, вот видите, здесь такая отсутствие корреляции. Это начало взрыва, выход ударной волны здесь не прослеживается. Потом как раз этот старый поток, где хорошая корреляция. Вот этот последний уже загиб, это там, где выход на хвост уже для чернотельной колесивации способных применений. И вот тут уже видно, что как раз наша оранжевая линия и малиновая линия очень близко совпадает. Таким образом, переходим к выводам, что мы в нашем расчете подтверждаем, что что-то область, где есть корреляция между цветовой температурой и параметром компетентом. Наш результат примерно согласуется с результатом Истмана, таким какого-то Тесарка. Поэтому результат Истмана, мы считаем, что не точен, и можно его не использовать в дальнейших расчетах. Таким образом, вот эта погрешность 50%, которая была бы всего, нивелируется. То есть мы подтверждаем это, так называемое, длинность того же состояния метода EPM. Кроме того, мы научились считать этот параметр типа для других полос. Не обязательно, как раньше использовался шаг Джонс на УБВ. А оно и в том числе для СДС, для любой комбинации этих полос, если их пригодится. И важно чекнуть, что это именно прямой метод по прямому определению расстояния, независимый от каких-то других пренаживающих методов на лестнице расстояния. И эта корреляция позволяет избегать сложного моделирования для каждого свернова, а подходит для массовой обработки сверновых, которые сейчас есть и которые будут в дальнейшем выглядаться в таких обзорах, как фантарс и велосипедитель. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, один-два вопроса. Пожалуйста. Ты правильно упоминаешь, что этот метод, по-моему, это такое обобщение метода барда-насилинка? Совершенно верно, да. То есть именно... Он предполагает, что у вас сквозь фотосферы, а у нас скорости областей, в которой формируются эти абстракционные линии, по которым вы видите, собственно, скорость, ну, расширяющегося материала. Это очевидно, что они совпадают? Я понял. Да. Вы совершенно правильно подметили. Поэтому это не метод барда-насилинка, это считается метод вещества егем, а метод кишни-райклана. Именно они обратили внимание на то, что фотосфера... На самом деле, фотосфера двигается внутрь, а вещество летит наружу. Поэтому скорость фотосферы, она не равна скорости, можно сказать, другим знакам вещества. Но по линиям вы меряете скорость вещества на данном или нет, скорость вещества на данном радиусе. И именно алхабусское соотношение позволяет вам определить радиус, где находится вещество, для которого вы померяете скорость в данный момент времени. То есть вы меряете... То есть вы все понятно. Еще есть вопросы? Да, пожалуйста. Вы говорили, что методы кишни-райклана заполнили, как и другие. А пробовали сравнивать расстояние донаваций, которые кишни-райклана заполнили, с кишни-райклана и кишни-райклана? Не то чтобы я пробовал, а вот видите, вот это зацветлое, оно настолько известно, что для него существует какое-то количество всяких методов определенных. Да, Лифишер, видите, какие ошибки. То есть изначально они действительно были около восьми, но последние результаты все-таки ближе смещаются длинные скале расстояния и другими методами. Длинные скаловые расстояния подтверждает, например, расчет Виктора Павловича Утробина. Он тоже для этого все это новое делал. Позже нас и надо будет. В 2000 он даже сделал работу. И он моделировал профили линия H-альфа. Он очень хорошо воспроизводил. Он показывал, что чтобы произвести профиль H-альфа, нужно, кстати, брать длинные скаловые расстояния и его динамические модели. Достаточно. Спасибо большое. Еще есть вопросы? Я краткое замечание и вопрос. Ну, как резюме. Во-первых, это самый Киршнер и Кван назвали этот метод Боада Веселина. Но это совсем, почти совсем не метод Боада Веселина. И его надо назвать Киршнер и Кван. Потому что для Боада нужно, чтобы фотосфера двигалась с той скоростью материально, чтобы она была приклеена. А в этом методе совсем наоборот. Они заметили, что есть свободный разлет, что он найдет другую сторону. Другой метод. Очень хороший. И прямой. И второе я хотел замечание сделать. Вы оговорились там, что Тесар делает гидродинамический расчет. Никаких гидродинамических расчетов они не могут. У них мощный атмосферный код. Им нужно, чтобы кто-то им дал, как там разлетается сверхновая. Они могут посчитать линии. А вот то, что Петр делает по нашему коду, это полный гидродинамический расчет от равновесной звезды со взрывом, с этими спектрами. И поразительно то, что у тех как бы на НЛТЕ полный код, а у нас НЛТЕ, но фотосфера все-таки в локальном цивном равновесии. И такое совпадение совершенно необычное и, хоть как-то вдохновляющее для дальнейшей работы и для наблюдателей полезное. Ну, спасибо. Еще раз. Алина Павлова. Недоверная гидродиноприория сверхновой 2013-2X. Ассоциированность гамма-экспресса G в лет 13.7.0.2. А. Добрый день. Я немножечко побольше расскажу про гамму-экспресс, чем про сверхновую. Но про сверхновую тоже будет, и больше это будет про наблюдение рассказ. Итак, когда происходит гамма-экспресс, мы можем с Земли наблюдать его оптические компоненты. И вот здесь показана схематическая кривая блеска, скажем так, типичного длинного гамма-сплеска. Основная фаза, которую мы обычно наблюдаем, это после свечения. Если мы очень удачливо и быстро навелись, то мы можем застать так называемую пробную мишу. То есть это синхронное оптическое излучение, синхронность гамма. Когда все это затухает, он выходит на уровень родительской галактики, и в ряде случаев на кривой блеска появляются вот такие вот горбики, баммы, поярчания, которые называют признак сверхновой. Причем случаев этих не так уж и много. До нынешнего момента существует 19 спектроскопически подтвержденных признаков сверхновой, связанных гамма-сплесками, и чуть меньше трех десятков фотометрических обнаружений. Что такое признак сверхновой? То есть когда мы видим вот этот горбик на кривой блеска и снимаем спектр этого объекта, то мы видим в нем широкие линии сверхновых типа 1ВС. Вот на следующем слайде как раз перечислены все данные неизвестности, тероскопически подтвержденные сверхновые, связанные с гамма-сплесками. И вот тут вот примеры спектров двух сверхновых D2003DH и D2008BV. Фотометрических подтверждений чуть больше, и выглядит это вот примерно вот так, что идет обычный тренд после свечения, и где-то там на 7, 10, 12 день наблюдается такой вот подъем блеска. И если после этого снять спектра, то можно будет подтвердить, что это сверхновая, но в этих случаях спектры сняты не были, было только фотометрическое обнаружение. Самая первая сверхновая, которая была связана с гамма-сплеском, была сверхновая 1998W, которая вспыхнула вслед за всплеском 98.04.25. И вследствие того, что это самый близкий на сегодняшний момент найденный всплеск, с красным смещением меньше 0,01, то эта сверхновая была хорошо видна, и долго ее наблюдали. Очень хорошо прописаны кривые плеска многоцветные, здесь от спунда и фильтры. И эту сверхновую считают, скажем так, классическую сверхновую, связанную с гамма-сплесками. И существует эмпирический метод оценки параметров сверхнового, связанного с гамма-сплесками на основании вот этих вот кривых сверхнового 1998W. То есть в 2013 году Завхан предложил некоторое эмпирическое описание такой сложной функции этой кривой. И если ее отмасштабировать по блеску и по времени, то можно этой кривой аппроссимировать наблюдение. Вот здесь, в качестве примера, показано сверхнового 2010-го года. И вот красная точка наблюдательная, а вот тут идет кривая, которая получена из кривой 1998W. Но эмпирические методы, это, конечно, очень хорошо, но мы решили пойти дальше и попробовать промоделировать сверхновую, которая была связана с гамма-сплесками транса СМИ-2 с помощью, уже не раз упоминаемого сегодня, кодостелла. Не, я не буду на нее подробно останавливаться, потому что есть вопросы, Сергей Иванович, ответит. Скажу только, что кодостелла, он, конечно, одномерный и симметричный, но зато в нем очень хорошо учитывается влияние химсостава и распределения веществ внутри взрывающейся сверхновки. Гамма-сплеск в 13.7.2 был зарегистрирован в эксперименте ГБМ-Ферми и его оптические компоненты, оптическое подсвечение было открыто где-то примерно через сутки после самого триггера, открыто с помощью поломарской фабрики прадиентов и была фотометрически открыта и вот здесь одна кривая блеска этого блеска, полученная по наблюдениям сететелескопа, с которым мы сотрудничаем. Здесь шесть обсерваторий, значит, Майдана, Кузбекистане, два крымских телескопа, телескоп Грузии и, значит, телескоп НОТ и тоже упоминаемый уже здесь РТ-150. Два фильтра у нас, R и B. Дальше, после учёта поглощения нервничной пути, после учёта подложки от Российской Галактики и после учёта тренда от антического постсвечения, которое мы сделали с помощью рентгенских наблюдений. Рентгеновский телескоп Сверта XRT наблюдал рентгенское постсвечения до 200-го дня, и там шёл ровный стад без взломов, поэтому мы смогли использовать наклон рентгеновский тревог для того, чтобы учесть вклад в постсвечения. И у нас получилась вот такая вот кривая блеска Сверхновой 2013DX. Дальше к этому делу были добавлены точки. Ну, во-первых, да, самое интересное то, что нам очень хорошо удалось прописать рост этой Сверхновой. И были добавлены ещё точки из двух опубликованных работ. Делия с авторами и той с авторами. То есть к нашим точкам R и B прибавились ещё фильтры Z, I, G, I. И вот это всё мы попытались с помощью Сергея Ивановича и его коллег промоделировать на основе кода Stella. Вот это вот, можно сказать, наш наилучший результат квадрированный. Здесь показаны параметры, которые использовались, которые получились. Довольно сложный хип-состав. То есть здесь получилось две десятых массы Солнца никеля, и никель полностью был перемешан в предсветновой. Видно, что в красном диапазоне кривая блеска неплохо совпадает с наблюдениями. А в синем наблюдательные точки лежат ниже, чем модельные кривые. И это можно объяснить, например, поглощением в родительской галактике, которое по публикации в работе с Афтерстом Той было сказано, что в родительской галактике поглощение примерно ноль. Но здесь мы видим, что есть какой-то недостаток в наших потоков и наблюдениях синих фильтров. То есть здесь какое-то, может быть, еще дополнительное поглощение лучей зрения. И вот тут показывают график фотосферных скоростей, полученных по линии кремния из тех же двух работ, потому что у нас, к сожалению, не было спектральных наблюдений. И мы видим, что модельная кривая фотосферных скоростей достаточно неплохо совпадает с тем, что наблюдали. Тут собраны некоторые из экроскопически подтвержденных сверхновых с параметрами. Здесь красное смещение, фотосферные скорости на момент максимума, количество никеля, количество выброшенной массы, кинетической энергии взрыва. Ну, ссылки у нас, где-то все. Зато, так вот наша сверхнова, она имеет достаточно маленькую массу выделившегося никеля, ниже, чем средний показатель по всей этой колонке, но достаточно высокую массу выброса и очень большую энергию. То есть энергию у нее вот 3,5, это одна из самых больших и больших. И при этом мы еще попробовали промоделировать кривые блеска наши наблюдательные с использованием параметров из второй работы. То есть вот первые параметры, которые мы получили здесь, они совпадают с параметрами, полученными в работе Delia. А в работе Той получены другие параметры. Как раз Той с авторами мы использовали эмпирический метод оценки параметров с помощью кривого блеска из такого 98bv. И они получили совсем другие значения для энергии и массы никеля. И когда модель мы попробовали эти параметры вставить, мы увидели, что модели никак не описаны. То есть здесь у нас получается эмпирические параметры, и то, что мы смогли промоделировать, противоречит друг другу. Есть еще один интересный момент, что кривые блеска, которые мы промоделали, очень похожи по форме на кривые блеска сверхновой 1a. Вот здесь вот показаны эти кривые, там какие-то достаточно стандартные параметры для сверхновой 1a. И, думая о том, как может быть сверхновой 1a связано с гамма-сплеском, вспомнилась работа у Мильброма и Усова 2000 года о взрыве сверхновой 1a в двойной системе, этот взрыв инициирован взрывом Гаусс-плеска. Но, конечно же, если посмотреть на график фотосферы скоростей, мы видим, что наши наблюдаемые точки из двух работ этих и то, что мы промоделировали, никак вообще не совпадают, то есть нам фотосферы скоростей не хватает, поэтому эту модель мы с радостью отбросили, хоть она и так достаточно красиво здесь все описывает. Ну и я перехожу к выводам. Кривая блеска нашей сверхновой 2013DX, если собрать все имеющиеся данные, является одной из самых детально прописанных на сегодняшний момент. Здесь я собрала еще раз все ее основные политические параметры, которые мы получили по наилучшей модели. Также наша модель показывает, что, скорее всего, там есть дополнительное поглощение радистской галактики на лучшую зрение, то есть, может быть, это какой-то плотный окон, среда вокруг источника, то есть АВ, можно оценить по кривой блески, АВ получается 0,6, то есть больше, чем полной величины. Видно, что кривые блеска неплохо вписываются и воспроизводится тот факт, что максимум в синих фильтрах расположен ближе к началу взрыва, чем в красных фильтрах. И, конечно же, хочется вычеркнуть, что для отбора наилучших моделей очень важно проводить спектроскопические наблюдения и оценивать фотосферные скорости, потому что вы уже видели, что можно получить красивое совпадение электривых блесков, но при этом никакого совпадения профессионалов в России не будет, значит, эта модель не верна. Ну, в общем-то, всё. АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста, вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, галактика достаточно маленькая и далёкая, звёзд там отдельных не увидишь. Нет, ну, есть метод для оценки, скажем так, среднего поглощения галактики с помощью СЭДов. Ну, то есть это библиотек синтетических спектров, которые получаются, когда мы все звёзды там сложим вместе, получим какой-то спектр галактики. Но вот товарищи, которые в статье без авторства и той с авторами, они по СЭДу оценили, что в этой галактике поглощение 0.13 плюс минус 0.23, то есть примерно 0. Вот. И если бы это так и было, то у нас бы здесь должно было совпадать вот эта белая точка с каретной кривой с синей точкой с синей кривой. Мы видим здесь вот недостаток. То есть мы предполагаем, что этот недостаток происходит из-за того, что в синей части спектра что-то там ещё поглощает. Может быть какое-то, не знаю, облако между нами и источником, может быть вокруг источника. То есть на лучи зрения что-то есть. Ну, я как савтра добавлю, я тоже считаю, что это какой-то кокон, действительно, вдоль парсетов, прямо вокруг гамма-сплеска, и он поглощает. Он не участвует в нагреве, в расширении, но это вполне естественно вокруг какой-то массивы. Никакого отношения к среднему, а вы, которые астрономы любят говорить, это уже не они. Просто это, на самом деле, хорошая модель, если она хорошая, она является измерителем локальных поглощений. Только того, что... Так, ещё, пожалуйста, порисую идти. Я хочу понять, на кого он много занимается, наоборот, что Свердонов, вы как-то это ничего не сказали? Ну, мы с Свердоновым не сотрудничали. А при чём не сотрудничали? А, конкретно этой Свердоновой он не занимался. Сошлёмся, сошлёмся. Ну да, просто немножко не потели до клада. Можно сослаться на своих отечественных наблюдателей. Ну, то есть, да, кстати, я забрала упомянуть в конце, что готовим мы статью. Больше на ошибку. Я сказал, что за вами. В статье сошлёмся. Хорошо, ещё? Ну, спасибо большое. Сейчас у нас, насколько я понял, перемены, да? Владислав Шиманский, правильно? Да-да. Двойные системы с жёстким... У нас четверга этот доклад перенёс, Алексей Казаньев был. Тогда, к сожалению, течёт. Поэтому будут двойные системы с жёстким фиолетовым излучением. Добрый день, коллеги! Прежде всего, я хочу поблагодарить оргкомитет за предоставленную мне возможность выступить на нашем представительном заседании. Значит, мой доклад будет посвящён несколько другой тематике. Тематике формирования излучения в тесных двойных системах. Эта тематика будет рассмотрена завтра, но я просто завтра не смогу выступить. Значит, сами работы по учёту эффекта отражения начались в нашей группе в начале 90-х годов. И первым толчком послужила инициатива Анатолия Михайловича Черепущука, который рассматривал формирование излучения массивных двойных систем. И в этих массивных двойных системах эффекты отражения были одними из самых сильных. Если качественно рассмотреть эффекты отражения, то он возникает в двойных системах, в которых компоненты излучают в существенно разных диапазонах спектра. Когда жёсткое излучение одной компоненты попадает на поверхность, а второй поглощается и разогревает эту поверхность, и то излучается в оптическом диапазоне, в формировании эффект отражения. Нужно сказать, что работы в этой области начались ещё в начале 70-х годов. И одним из первых эту тематику рассмотрел наш учитель Синяев. Если феномологически продолжить рассмотреть эффект отражения, то на самом деле он существует в двух проявлениях. Во-первых, падающие на атмосферу внешние излучения разогревают все слои атмосферы, в том числе глубокие, и, соответственно, формируют увеличение потоков непрерывного спектра, так называемых сортилетерических эффектов отражения. Но в большей степени внешнее излучение нагревает вот эти верхние слои, соответственно, формируется горячая атмосфера и эмиссионные линии спектра, так называемые спектроскопические эффекты отражения. Ну, все это было известно уже в конце 70-х годов прошлого столетия, но, к сожалению, не было методики, которая позволяла быстро и гарантированно получить структуру облучаемой атмосферы и, соответственно, спектр, выходящий из этой атмосферы. Поэтому конкретные приложения к конкретным объектам были единичными. К счастью, нам бы счастливее велось посмотреть, какие возмущения в звездной атмосфере производят внешние излучения. Так называемая, по сути дела, функция нагрева атмосферы. Оказалось, что вот эта функция нагрева, если ее посмотреть распределение по глубине, она линейна относительно мощности внешнего излучения, а ее распределение по глубине определяется характеристиками частотными и угловыми характеристиками падающего потока. И развивая эту идею, мы показали, что вот эта функция нагрева, она состоит из трех компонентов, которые можно достаточно точно определить численно. Эта компонента осуществляет нагрев фармосферных слоев, вот эта вот компонента из той общей нагрев атмосферы, а вот эта компонента из четыре нагрев глубоких слоев. Осталось только правильно задать функцию охлаждения. Она нами была подобрана на основе комбинации Планковского и Расселановского коэффициента. Коэффициенты были впоследствии рассчитаны для большого диапазона температуры, давлений. И, соответственно, мы научились быстро и гарантированно строить модель атмосфер с облучениями, включая тысячекратными, то есть, в принципе, все объекты, в которых существуют эффекты отражения как рентгеновского излучения, так и ультрафиолетового. В дальнейшем эта методика была приложена к исследованию очень многих систем, но я сейчас покажу ее приложение только к патопризмическим переменам, потому что как раз она и тестировалась на этих объектах, и она наиболее ярко себя проявляет на этих объектах, в которых нету явления атриции, которые усложняют, в общем-то, анализ излучения системы. Патопризмические переменные разделенные системы состоят из горячей компоненты, это может быть субкарлик горячий или белый карлик, ну и холодная звезда, близкая к характеристикам главной последовательности. Наличие вот этого горячего карлика определяет появление эффекта отражения, появление горячего пятна на холодной компоненте, и, соответственно, этот эффект может наблюдаться. Значит, по эволюционному статусу эти системы являются промежуточной стадией между системами с общей оболочкой, из которой они вышли, и катапризмическими элементами, которыми они потом станут после потери углового момента. Значит, наблюдения, все спектроскопические наблюдения проводились на ВТА, с использованием идут когда светосилы Скорпио, спектроскопическое море с длинной щелью, но здесь показаны только данные по наблюдениям начиная с 2006 года и в настоящее время. Сопутствующие фотометрии производились на телескопе СС-1000, и на нашем телескопе РТТ-150 всегда делались трехполосные, не менее чем трехполосные фотометрии, которые позволяли корректно проанализировать все результаты. Мы поучаствовали в своем время в 2003-2005 году в облутании классификации всех катапризмических наименных, были выделены группы молодых систем с СДО субкарликами, которые относятся к молодому галактическому населению, систем с СДО субкарликами, старому галактическому населению, и в старом катапризмическом, который содержит холодные остывающие белые галактики. Вот здесь они находятся внизу, под диаграммой. Это знаменитая диаграмма эволюционных треков, главных компонентов катапризмических трекиенов, из работы Ливио-Татукова 1993 года еще. Я сейчас покажу основные результаты для наиболее экзотических объектов, которые относятся к первой группе, и которые содержат главные компоненты с температурами не ниже, чем 40 тысяч терринов, а в основном это за 100 тысяч терринов. Общая методика анализа будет продемонстрирована на нескольких слайдах. Все эти системы имеют ярко выраженные фотометрические эффекты отражения с амплитудами от 0,5 до полуторазвездных величин. Вот здесь он как раз показан, наиболее приема. И анализ вот этих фотометрических эффектов с использованием численного моделирования позволяет найти часть параметров систем, в частности радиусы, большой полуо системы, ну и еще некоторые другие, угол наклона. Естественно, если наблюдается затмение, то анализ упрощается, но это не является обязательным, то есть мы можем обойтись и без затмения. Спектр всех систем тоже имеет проявление явных эффектов отражения. Они, как правило, композиционные, то есть состоят из абсорбционных спектров главной компоненты этого субкарлика, иногда наблюдается холодная звезда и вот эти вот мощные эмиссии, которые изменяются синхронно с изменениями блеска. Значит, опять же, моделируя вот эти эмиссии и моделируя, если есть абсорбции, мы можем получать температуру компонентов, поэтому если абсорбции нет, то тоже есть возможность получить температуру, правда, с более низкой точностью. Вот здесь показан контейнтный пример, как выглядит структура облучаемой атмосферы вторичных компонентов под воздействием внешнего излучения. Формируется так называемая Лаймановская хромосфера из-за того, что жесткий ультрафиолетовый поток за Лаймановским континуумом падает на атмосферу, поглощается в верхних слоях и разогревает ее на десятки тысяч кельминов. Но мягкая часть ультрафиолета проникает в более глубокие слои и нагревает континуум, за счет чего формируется фотометрический эффект отражения. Мы моделируем, как правило, интенсивность эмиссионных линий и пытаемся, с учетом неоптероэффектов, и пытаемся в том числе определить содержание химических элементов. Как правило, все подобные системы показывают существенные аномалии тяжелых элементов, и была высказана гипотеза, она, в общем-то, сейчас очень принятая, что эти аномалии сформировались во времена прохождения систем в стадии общей оболочной, то есть из-за частичного обмена веществом. Еще одно наблюдаемое проявление эффектов отражения, оно было впервые показано в работе Губикерова и Чейко-Шука в 2001 году, это искажение кривых лучевых скоростей. За счет того, что горячее пятно находится только на одной половине поверхности холодной звезды, кривые лучевых скоростей оказываются не синусоидальные, а вот такие вот как бы эллиптические, и определение амплитуд лучевых скоростей возможно только с помощью численного моделирования, ну вот, собственно, что и производится. Это общая методика анализа, однако иногда имеются системы с особенностями, вот я некоторые из них покажу. Сейчас наблюдается значительное число объектов, у которых в спектрах имеются эмиссии, характерные для действия эффектов отражения, как у молодых катаклизмических переменов. И более того, анализ лучевых скоростей показывает, что действительно это тесные двойные системы, в них есть такие же искажения, которые соответствуют действию эффектов отражения, но фотометрические доименности эти объекты не показывают. Наш анализ показал, что вот эти вот системы, у которых все периоды, как правило, больше двух с половиной суток, они действительно будут иметь только спектроскопический эффект отражения из-за появления вот этой мощной Лаймановской хромосферы, а надоев внутренних слоев, которые формируют фотометрический эффект, по сути дела отсутствует. И вот для этой системы мы уже потом провели специальные высокоточные фотометрические наблюдения и показали, что действительно предсказанный фотометрический эффект на уровне двух соток звездной величины, он на самом деле все-таки наблюдается. В противоположный случай, когда наблюдается в системе очень большой фотометрический эффект, ну вот здесь вот четыре десятых звездных величины, но спектр содержит только излучение субкарлика. Никаких изменений линий, то есть никаких эмиссий не наблюдается, однако было показано, что на самом деле в этих системах практически все излучение проходит в глубокие слои, а хромосфера формируется в зачаточном виде и образуют такие слабые эмиссии, которые заливают вот эту наблюдаемую абсорсию субкарлика. Анализ наблюдений эквивалентно-шелеглинг-линий показал, что действительно линии все-таки немного, но изменяется с фазой орбитального периода, и самое главное, было выяснено, что имеется искажение и привык к лучевой скорости. Анализ вот этих искажений позволил найти фундаментальное отношение масс-компонент, и вот для этих систем, вот на основе искажения анализа, искажений привык к лучевой скорости, мы наконец научились определять массы этих систем. Ну и наконец, один из самых уникальных объектов данной области я решил вам показать. Эта вот статья выйдет в начале следующего года. была найдена ядро планетарной туманности, которое показало экстремальный эффект отражения фотометрические полутерны звездных величины, и в наблюдаемых спектрах появились эмиссии силициум-ЧТ и НТ, которые вообще не наблюдались в системах с эффектами отражения. Это говорит о том, что температура в клазме в зоне горячего пятна достигает сорока тысяч кельминов. Ну, мы попытались промоделировать все имеющийся набор данных, тут были некоторые трудности, и вот показана температурная структура облучаемой атмосферы. Действительно, в центральной части горячего пятна, вот здесь температура достигает сорока тысяч, и формирует вот такие большие эффекты отражения. Ну, нам удалось примерно высокоизвести и спектры. Вот теперь здесь общий результат я покажу. Значит, это эволюционные треки ядер планетарных туманностей и наложенные на них параметры всех систем, которые в настоящий момент источены с достаточной точностью. Было показано, что между ними хорошее соответствие. Это означает, что после сброса общей оболочки никаких других взаимодействий между компонентами не происходит. После этого главные компоненты эволюционируют так, как будто вторичные просто нет. Значит, и второе. Все вторичные компоненты таких систем показали большой избыток светимости. И этот избыток светимости, значит, был высказан предположением, что он был накоплен в стадии общей оболочки, а сейчас вторичные компоненты постепенно релаксируют к своему нормальному состоянию главной последовательности. Когда мы накопили большую статистику, мы вот наложили это на диаграмму время эволюции после выхода из стадии общей оболочки, здесь избыток светимости, и вот действительно все компоненты, ну, снег терморазбросан здесь лежат. И еще покажу вот этот результат. Мы все-таки решили посмотреть. Для одной системы можно было посмотреть, что из себя представляет эта вторичная компонент, облучаемая. Потому что эта система имеет полное затмение. Температуру вторичной компоненты мы нашли из анализа фотомеда, то есть вот из этого плата. А потом проанализируем разные спектры, вот здесь наверху наблюдаемый спектр, и теоретически. Оказалось, что действительно температура компонента фотомедаическая и спектроскепическая совпадает, однако на поверхности вторичных компонентов имеется огромная скорость турбуленции, 10 км и выше. По-видимому, это связано со сверхкомъекцией. Вся внутренняя энергия накопленная. которая сейчас выходит из звезды, она выходит через избыточную кондекцию, ну и которая повыше определяет повышенный турбулент. И сколько еще осталось? А, спасибо. Ну вот еще один результат я сейчас покажу. Значит, это данные стаи для старых предкатапизмических трениров. Здесь параметры главных компонентов соответствуют эволюционным трекам делам карликов, а вторичные компоненты соответствуют звездам главной последовательности. Но все, практически все эти вторичные компоненты показывают плагнитную активность, проявляющуюся с пятнами, с хромосферной активностью и со вспышками. И мы решили исследовать класс звезд, которые являются для их открытия, и посмотреть, как происходит переход от молодых предкатапизмических вот к этим сторонам. Значит, мы выбрали объекты, у которых вот такой диапазон возраста после выхода из стадии общей оболочки, и посмотрели, что на них имеется, какие наблюдательные данные. Спектры и спектры характерны для молодых предкатапизмических, то есть у них, по-видимому, есть Лаймановская хромосфера, вот здесь вот показано, а вот в коевых блесках части систем не наблюдается, никаких аномалий, связанных с запятленностью или еще с магнитной активностью, а у некоторых систем такие аномалии наблюдаются, и граница лежит где-то на пороге пять миллионов лет. Значит, коевые лучи воскоростей тоже показали различия внутри этой группы. У систем, которые моложе трех миллионов лет, наблюдается искажение и граница лучи воскоростей, и старше уже не наблюдается. И дальше мы промоделировали спектры. В общем, мы пришли к выводу, что вот этот вот переход от молодых к старым, всплывание магнитных полей на поверхность вторичных компонентов происходит где-то в интервале от трех до пяти миллионов лет. Ну, последнее, наверное, я вам покажу вот это. Значит, бывают различные системы, которые мы переклассифицируем. Вот эта система всегда считала, что это молодая предкатабисмическая МТ-змени, и у нее были вот такие большие изменения, которые считали, что это действие эффектов отражения. Однако мы показали, что это может быть и действие эффектов отражения, и действие эффектов эллипциитарности, и тогда были получены спектросистемы. Вот эта вот спектросистема, очищенная спектром планетарной туманности, и измерили их лучевые скорости. Было показано, что лучевые скорости остаются постоянными. В итоге была предложена другая модель, что эта система состоит из двух СДО-субтанок, которые вращаются практически одинаково, вращаются на круговой орбите, и, соответственно, лучевые скорости действительно будут постоянные. Мы промоделировали спектры этой системы и показали, что в части фаз, в фазах четверти, линии должны испытывать дополнительные ушарения, после этого наложили наблюдаемые данные вот здесь, и действительно в фазах четверти эти линии испытывают ушарения, то есть этим было доказано, что система выводится из классов эпитопризмических и на самом деле является классом СДО-субтанок. СДО-субтанок. Ну вот, все. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Это у вас ведь одномерное моделирование? По структуре, да. На самом деле вся поверхность звезды разбивается на площадки, для каждой площадки выполняется свой расчет, но взаимодействие между площадками не считается. То есть вот переноса того тепла, которое у вас засаживается глубоко, в горизонтальном направлении? В горизонтальном не считается. Ну, считается... Это может быть важно? Может быть важно, но дело в том, что толщина атмосферы несколько десятков километров, и, вряд ли, излучение легче просто выйти назад из атмосферы, чем распространяться... А какая там колонка по СДО-субтанок? Ну, это все зависит все-таки от структуры звезды. Примерно та уравняется двойке, но это, наверное, в массах 10 во второй. Спасибо. Расчитаю. У меня просто вопрос. Вы когда-то не считали прогрев в ингенов тоже, да? Да. А сейчас не считаете? Нет. Я просто показал результаты для тех систем, которые с ультрафиолетом, вот с жестким ультрафиолетовым прогревом, но системы с ингеновским прогревом мы, конечно, считаем, просто я не смог бы это... У меня просто вопрос к вам такой. Это понятно, что здесь образуется хромосфера. Но в случае прогрева в ингенов, здесь, в Москве писали, есть и хромосфера, и есть как бы корона под лингеном, но в отличный комплекс зоне. У вас получается это, или вы в это не входили? Нет. Мы в это входили. Там получается, ну, как бы сказать, это не совсем корона. Дело в том, что часть вещества ионизуется за счет ионизации с глубоких оболочек, и у нас часть атомов просто переходит в очень высокую стадию ионизации, и температура ионизации не соответствует электронной температуре. Но в среднем электронной температуре все-таки в этих областях остается и хромосферной скорее, чем коронной. То есть, ну, она может достигать при лингеновском облучении она может достигать 50-70 тысяч градусов, но все-таки она термализованная, ну, хромосферная. А вот часть элементов, они действительно, и температура ионизации имеют очень высокую, это вот типично корональная. Корональная температура — миллион. Ну, там разное. Я это смотрел для «Лебеди Х1», где облучение существенно там небольшое, там проценты. А в Геркулесе вы не смотрели? В Геркулесе, вот лично я не считал Геркулес. Там получается, что светильная геновская такая, что может корону сделать? Вот у меня есть статья совместная с Анатолием Михайловичем об руке Романтохиной, но они по этой программе уже считали для Геркулеса. Но я там уже... Да. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Следующий доклад у нас будет по лабораторной астрофизике, как я понимаю, Вячеслав Иванович Краус. По лабораторной моделированию астрофизических джетов с помощью установок типа плазменных корпусов. Ну, я попробую рассказать сегодня о лабораторной моделировании астрофизических джетов. Ну, я понял, несколько снялых направления в нашей конференции по крайней мере, подавили наружу. И более того, у меня есть такое ощущение, что у нас в России вообще данное направление в следующий класс. Поэтому я буду вынужден сделать иступительных слов, для того, чтобы объяснить какое-нибудь свое, пояснить свое отношение к этому направлению. Вот, чтобы понятно, какие-то эффекты все промоделировать, полностью воссоздать астрофизические процессы в условиях, естественно, мы не можем. И вот, есть такая картинка, скачал, но мне нравится. Естественно, наше знание базируется на осколах, на тратегических направлениях. И здесь, конечно, много рассказывается. Далее. Возникает, конечно, аналитические теории и учительные расчеты. Ну, любой, любая модель требует проверок. Получать новые данные исследования крайне сложно. Иногда это, в принципе, невозможно. Вот тут приходит на помощь, например, наш лабораторный эксперимент, когда мы можем какие-то эффекты смоделировать вся лаборатория и таким образом рефицировать коды, которые разрабатывает астратизика. Ну, для различных задач, если говорить о джетах, я буду говорить о джетах, для различных задач моделирования используется различные плазмы установки, джет, лазерная плазма, джет-пинчи и другие. И вот в последнее время вот такая экспериментальная база для лабораторного моделирования существенно расширена. Новый импульс для подобных исследований дал развитие мощных установок, сколько плотностей энергии, которые, собственно говоря, развивались установкой управляющих термозных хитнесом, но начали какое-то хорошее применение в астротизике. Это, естественно, мощные лазеры и быстрые ZPC, которые высаживают энергию с огромной мощностью. Вот. Основы такого использования подобных устройств для восстановления скельников накономерностей использования тех устройств для лабораторной астротизики достаточно подробно изложены в этих подробах я не могу, к сожалению, так сказать, немного восстанавливаться. Я просто произведу пример то, что уже делается на Западе. Вот, в частности, в прошлом году был опубликован материал по известному эксперименту выходит технику там мощный лазер, который, естественно, был создан для термоядерных задач. С его помощью были проконодулированы жертвы многих звезд. Значит, что там делалось? Ну, это просто лазерный пучок бьет по мишени и возникает соответственно реактивный проток плазмы. Значит, они наложили магнитное поле и показали, что магнитное поле достаточно для того, чтобы обеспечить некую кумуляцию этого пазмного потока. Значит, эта статья была в Ультона Science. Более того, скажу по поводу внимания, которое имеется к этому работам. Там очень большой коллектив, международный порядок человек. Этот парень, естественно, оказался перепекать по алфавизму. Но, тем не менее, в этом году он на конференции Европейского физического общества получил приз за лучшую PhD-работу Европейского физического общества. И его выставочный доклад был посвящен именно лабораторной эстрофизике. Данная работа находится в хорошем обществе. Значит, мне более близки пинчевые системы. Ну, узнаем, что охотиренно состоит, видимо, часть сирены состоит из плазмы. Значит, плазма сейчас астоком. естественное состояние плазмы с током это вот пинчевать наиболее простой естественный простой процесс. Ну, и любой пинчевый разряд сопровождается вывросами плазмы, потому что далеко известно. Поэтому использование из-за пинчевых установок представляется достаточно логично в этом направлении. Ну, опять-таки можно много на эту тему говорить, наиболее широко эти работы развернуты в Imperial College после, может быть, установка МАКПАЙ, где целый цикл работ выполнен. Вот программированы разные вещи, типа там эффекта вращения, которое уже уже так произвелось взаимодействие скоростных строя с льдой, сформулированы разные возможные механизмы известные и больше. Вот я просто в качестве примера приведу на инструмент, скажем, выжат нам, чтобы вам было понятно. Что такое пинчи в разряд? Это, грубо говоря, капотонок, между ними долочки. Они пропускаются ток, испаряются, выжимаются и образуются пинчи. Этот пинчи приводит к формированию джетов. Такие конические сборки используют для формирования джетов, получая достаточно интересные результаты, без них того, что наблюдается в кортозвездах. И что достаточно важно, у них все эти эксперименты сопровождаются рассчетами, которые показывают хорошее соответствие как результатов от полученных лабораторий, так и эти ходы хорошо работают востретили. Ну, вот я, собственно говоря, собираюсь говорить о плавленном фокусе. Это плавленный фокус это тоже зеппинч, это одна из таких наиболее популярных модификаций зеппинча, другое название университетский зеппинч. Почему еще с нашей точки зрения именно такие установки достаточно хорошо приспособлены для модулирования дефицитентов. То, что делается на МАКПАЕ с помощью, так сказать, специальных внешних условий создаются экономические сборки. У нас сам процесс формирования реча происходит в результате сжатинской оболочи. Я выносил сказать пару слов о том, как это все работает. Здесь приведена квалификация Филиппова, в частности, с которой мы работаем. Это просто анод и катод, разделенный изолент. Они подают сопряжение, развивается пробой, возникает оболочка, которая под действием от ароматовых сил движется в среде, и сжимается к оси. Вот здесь мы видим фотографию оболочки на подходе к оси уже. это видеогернозорья это терфериметрия, которая в итоге схлопывается на сеть. Вот, во-первых, характеристика сопровождается резким спрессом напряжения, эссифации тока, и возникает пинч. Это фотография для мягкого религиозного звучит. Значит, вот, мы работаем, у нас есть установка обладанным фокусом F3, это одна из крупнейших установок в мире. Можем работать с токами до нескольких мегампер. Тоже одним из преимуществ нашей системы является то, что она может работать с очень частотой. Он достаточно. Скорость выстрелов с экспериментом у нас ограничивается в основном потребностями диагноза и обработки датков. Мы же можем делать при необходимости до сотни выстрелов в день набирать по-русски сетей. И вот, несколько лет назад Евгений Павлович Верикова обратился к нам с предложениями использовать нашу установку для создания стендов бюджета. Надо сказать, что это предложение было неоплогом месте, потому что в начале 2000-х годов у нас был опыт взаимодействия с комиссариатом платы энергии Франции. Вот как раз был классический случай. Там была группа каретика, который моделировал взаимодействие солнечного ветра с магнитно-сферой земли. Для рефикации этого хода должны были данные. Получайте с помощью спутника достаточно удобно. Там много параметров сразу. Это не так просто. Вот они предложили сделать такой эксперимент. Мы его провели, создали специальную камеру для взаимодействия плазменного потока, наложили магнитное поле поперечное, получили сжатие магнитного поля соответствующей магнитной полостью. Потом передали им данные, они поставили свою фото, достаточно хорошо я описал наши результаты, и я написал. Поэтому, когда Гене Павлович предложил удобную работу, мы с удовольствием за это взялись, и решили подойти к этому поле не оставаться. Для этого мы создали специальную пролётную камеру, собственно говоря, это верхняя крючка нашей камеры и там разряды схемы внутри, потом у нас возникает поток, который лентит в горе этой камеры, и мы можем таким образом не следовать, как этот поток распространяется во внешней среде. Ну, здесь вопросы перечислены, так сказать, и самую такую набор диагностики, и оптические методы диагностики, и половинметр маятни баллистические, структуроскопическая аппаратура для изжирения параметра флага, декоратура плотности, моргитные зоны, и 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 чтобы мы должны были знать, что на итоге мы делали. Поэтому на первом этапе мы занимаемся исследованием параметров этого пламени. Соответственно исследовали процесс формирования пламениного потока, как он возникает. Ну и сейчас мы переходим на этап, когда мы готовимся к тому, чтобы ставить эти ценнооправленные эксперименты по моделированию для конкретных свойств противнических джетов. Что мы обнаружили? Что мы пока не говорили? Вот это был статус формирования джетов. Значит, вот так вот здесь видна вот оболочка, то, что я вам показывал, можно сзади держать. Вот это вот пинч. И вот на стадии развала пинча, видите, в этой неустойчивости у нас возникают такие потоки, которые мы потом наблюдаем выше. Значит, эти потоки движутся. Ну вот здесь вот понятно магнитное поле, оно толкает, нажало пинча толкает. Вот это анод, значит, течет ног, соответственно, вот это вот по пламенной оболочи течет назад. То есть здесь магнитное поле, значит, это как-то магнитная башня такая вот магнитная. В смысле, значит, она, конечно, толкает на полочке вверх. У нас возникают плазменные патоки, которые летят со скоростью больше, чем скоростью поднятия этой полочки. С какого-то момента времени эти плазменные образования ученые от жителей жизни, уже независимые, так сказать, источник. И вот что нам удалось получить, нам удалось получить режимы с достаточно компактными бюджетами, распространяющимися на большое расстояние. Вот здесь я специально нарисовал вот в таком масштабе все это дело. То есть вот эта вот труба у нас от анода до верха порядка метра. Вот у нас такая атристиционная камера, где мы располагаем разные бюджетами. И, собственно говоря, у нас четыре области наблюдения. Одна это вот фронирование анода, фронирование джета. Значит, потом вот на расстоянии 35 сантиметров, а потом 65 и 91. И вот мы видим, что даже на 95 сантиметров мы имеем достаточно компактный бюджет. Он пролетел на 95 сантиметров, а вот здесь блеточка 1 сантиметр. Радиус там 2-3 сантиметра. Значит, возникает вопрос о механизме стабилизации. Исходный бюджет. По какому давлению труба? Значит, эта труба по давлению не способна. То есть, значит, сразу скажу, но хотел пора сказать, могу сейчас сказать. Естественно, мы здесь пытаемся моделировать джеты малоизвестных. Ну, почему? Потому что у нас не литерийский случай, а литерийскую струемность и так много. Значит, в этом случае фоновый газ играет в ржев. То есть, там понятие контраста, вот оно достаточно важно. У нас жертвы не без вопроса анастрации, скажу. Не банк. Понятно. Вот. Причем? Вот такие вот режимы с хорошей коллимацией у нас возникают в основном на тяжелых датах. А вот не могут. Значит, на водородии мы пока что не получаем. То есть, сразу возникает вопрос, что можно, так сказать, влияние на анимацию, влияние радиационных картин на анимацию джеты. Вот. Валерий Михайлович Чечетки, я сейчас пытаюсь там считать в этом направлении, так сказать, в результате пока нет. Он надеет, что будет. Ну, вот эти вот фотографии, они получены с помощью камер в позиции 10 секунд, если это можно наблюдать только фронт потока, в многом наблюдать не можем. Для того, чтобы наблюдать более протяжённые объекты, мы использовали щелевые развертки. Значит, вот три щели, установленные, параллельно после стерона, как популярно, к настоящему потоку, на расстоянии, там, 4 сантиметра, один от другого. И разворачиваем, значит, вот они в том печали, попадают туда, приходит струя, попадает свечение и разворачиваются во времени. И вот, то есть, при определённом… таким образом, во-первых, можно определить скорость по времени появления разных щеля, а на скорость мы, в принципе, можем это дело преобразовать в пространстве и координаты. Ну, пока что здесь вот… да, я понял. Пока что здесь вот, так сказать, во временных… Ну, немножко спекулятивная, конечно, картинка, но очень похожа. Вот я не могу их не показать, скажем, похоже. Похоже, что мы имеем объект, который, ну, как-то подходим и визуально, как точно так же наблюдается на одном из звёзд. Значит, соответственно, эти сгустки распространяются с захваченными магнитинами политикой. Есть у нас, опять-таки, поскольку времени мало, значит, по каждому этому вопросу я могу рассказать много. И я просто рассказал о ваших возможностях, о том, что, можно сказать, остальные вещи, которые мы имеем. Вот есть у нас различные модификации магнитных зондов. Ну, что, во-первых, показали? Во-первых, то, что этот сгусток, он достаточно компактный. То есть у нас есть, в этом проценте есть с пяти сантиметров, наверное, в этой системе мы смотрим, есть начало положенного поля, ну, магнитного поля и есть конец. То есть это не вещь, которая не потери выноса, которая из-за того, когда не кончается. Значит, радиальное распределение показывает, указывает нам на то, что, в принципе, похоже, что у нас в России существует аксиальный ток, который замахает где-то артифильм. То есть это некий аналогов, который имеется в молодые звезды. Значит, вот, значит, причем это вот, когда мы смотрим на компактными зондами, значит, этот вектор магнитного поля вращается. То есть либо ток по спирали, либо сам джет с постоянными распределениями, либо типа магнитного спирали. Значит, такие вот эффекты обнаруживают. Значит, есть у нас система для измерения плотности этих коротворных плажей, поскольку я пока уже сказал, так сказать, это важная вещь у нас в случае модулирования джетового магнитного звезда. Соответственно, мы имеем успеху спектральную аппаратуру, которая во времени разворачивает спектр, которую мы выбираем в определенное мнение. Не буду сейчас вдаваться, если у него в подробности неправильной диагностике. Таким образом мы можем определить, как плотность фоновой плазмы перед приходом сводить, то есть в какой среде она видит. В нашем случае это получается порядка 1,16. И плазма отжима. Значит, температура порядка нескольких тонн больше позволит тому, что пытается в реальных условиях. Значит, достаточно хорошая методика — это оптический эконом. Поскольку, значит, джет у нас движется в некой среде с естественным взаимодействием, то это, чтобы следить взаимодействием, то человек как тормозится, теряется легко. Вот. Мы использовали такие вот такую простую, достаточно методику оптических коллиматоров. Это врусские трубки, которые собирают свет по диаметру камеры. Вот, значит, и, соответственно, достаточно хорошие фронтами, которые показывают появление определенных врусках, которые приходят в точку наблюдения. Расположили их во всех трех секциях. Такие зоны мы смогли померять, определить декринент издухания для разных газов. Вот. Прежде всего, аппроксимация дает вот достаточно невидную эту тему, говорящую о том, что начальная скорость, я правил, практически не зависит от того, как газа. По нашим наблюдениям, она больше зависит от скорости радиального сжатия этой оболочки, то есть, педал с радиальной скоростью там расформируется по ноге. Вот. Но это уже ближе, так сказать, к механизму формирования джета в фокусе. Вот. А вот декринент издухания очень сильно зависит от высокой газа. Собственно говоря, это плазма. Там не газ, это плазма, потому что эта плазма возникает в результате реализации эгеновских вручений, которые возникают в результате пенчевания плазма. То есть, эгеновское вручение реализует газ, и потом уже наш джет движется в этом газе. Вот. Ну, собственно говоря, вот, какие выводы, вот, что я хотел бы, так сказать, если успел донести до вашего внимания, это, в частности, то, что нам удалось создать вот некий экспериментальный стенд для лабораторного моделирования, значит, в котором мы можем исследовать процесс распространения этих джетов на достаточно большие расстояния. Вот, если мы вспомним эксперименты на МАКПАЕ, да, на лазерном установке, значит, все эти вот эксперименты и объект исследуются на расстоянии, ну, размеров порядка сантиметра. Мы можем смотреть динамику этого джета при его распространении до метра. То есть, я ни разу не видна ситуация, когда будет джет попадать. То есть, у меня вообще магнитная башня, механизм формирования такого джета, но я понимаю, это просто пища. А вот тогда он уже полетел и прошел жизнь сам по себе, вот таких возможностей, по-моему, никому нет. Вот, значит, ну, показали конструктурируемость, потом, значит, главное, чтобы сумели получить режимы с компактными джетами, соответственно, можем исследовать механизмы, отвечающие за реформацию джета. Вот, возникает все вопросы механизма удержания. Магнитные поля, реализационные вещи, и динамические вещи. Потому что частенько, я завязываю только ощущение, что у нас в третьей секции колливация лучше, чем в первой. В том, что работают эти динамические эффекты. Вот, значит. Ну, и, значит, достигнутые вот параметры плазмного потока, такие как его скорость, там, число маркет, число инвольца, контракт, который мы имеем. Мы полагаем, что мы можем, сказать, сетевый поток, и мы будем, так сказать, эффективно использоваться для моделирования джета. Вы, значит, если говорить о неких перспективах, чем сейчас собираемся заниматься, буквально этого слова, это вот как раз исследованный механизм колливации и стабилизации, там, радиационное обращение, там, они подлежали, например, с подольным полем. И пытаемся, вот, в ответ уже на ваш вопрос тоже, делать систему с, допустим, напуском газом, для того, чтобы менять отношение, вот, менять, значит, отраз. Потому что в наших условиях сейчас мы, нам это делать крайне трудно, потому что мы напускаем газ сколько, чтобы обеспечить эффективную работу нашей системы в основном, то есть хороший разряд, хорошую фруксировку. Для того, чтобы работать с разной плотностью, ну, в среде, где распространяется газ, мы должны создавать профильерное газовое распределение. Вот мы пытаемся это сделать в установках в Сокумском физико-техническом институте, где тоже цехотехническая установка, и в Варшаве, это тоже дожорная установка. Вот у нас уже есть некие, так сказать, первые эксперименты, которые мы провели, а здесь мы уже, вот, налаживаем систему, а после рассчитываем, провести эти эксперименты в Севченберге. А вот у них есть хорошая техническая система, для того, чтобы использовать более техническое распространение. Ну, и вот, помимо того, что я подозреваю за внимание, одна из основных целей моей презентации, это было пригласить заинтересованных людей к сотрудничеству. Ну, сейчас у нас, я уже говорил про взаимодействие с Сокумским, сейчас у нас налаживается, я надеюсь, не знаки отношения со Севченбергом, по крайней мере, первые шаги в этом направлении сделаны, но тема достаточно широкая, и если у кого-то есть интерес, мы прекрасно понимаем, что все наши эксперименты, эти астратеги, эти астратеги, эти астратеги, эти астратеги, эти астратеги, то есть вот, вот, ЖЭР, и КИТ, и все хорошо, для того, чтобы на таком смысле, его можно наполнять в вашей помощи. Я думаю, я рад тебе предложения об этом. Спасибо. С какого вещества ваша струя состоит, ЖЭР? Она состоит из того, что мы выпускаем. Значит, мы работаем без оказывания. Тяжелые вольфрамовые нити? Нет, значит, вот в МАКПА установка, там где в Лайбере, да, там вольфрамовые алюминиевые нити, значит, и они там, получается, жестко завязаны на это дело. И то ли они потом столько струя, у них летит балл, но сейчас, наоборот, они пытаются напускать какой-то газ, чтобы для того, чтобы у них летило нюансы. У нас мы работаем с газообразными веществами, то есть мы работаем с водородкой, георием. Значит, аргоны и нейоны мы используем для стимуляции эффекта радиационных эффектов. Понятно, что, так сказать, если мы хотели иметь реальную струю, мы должны были иметь смешанную змею. По размеру. По диапазоне есть концентрация, но не по поливу может измерение говорить, не по конкурсу, а по поливу уже намерили? Ну, по концентрации, да, я показывал там, мы проскочили, значит, у нас полного плана где-то порядка было, мы выпускаем 10-17, изначально. Значит, потом идет реализация, значит, то, что мы намеряем, ну, нет, политостроим, а порядка 10-процентовских минимизаций, значит, 2-17. Самой струе, вот, больше 2-17. Значит, дальше в этой методике, это у нас возникает проблемы за счет самопрозрачения линий и прочее, то есть, в каких-то образом на этом пределят. В магниты и поля у себя мы намеряли несколько килогаус, а в сухомином мы намеряли десятки килогаус. Вот. Ну, вот в основном. Какую сторону вас интересует? Большую или маленькую сторону? Пожалуйста. Ну, короче, еще 3 вопроса уже. Значит, первый был Александр. У меня есть классный вопрос. А можно ли столько измаживания на обычную заморозку для того, чтобы изведывать и испытать леверную шировой блок? Или у меня не вопрос? Это реально. Ну, на самом деле... Я к нему вообще как такому отношусь. Ну, давайте. Детали у него нет возможности. Пожалуйста, ваш вопрос. Потом Борис и все. Все-таки параметры плазмы, которые создаются в этот клинче, у вас это бестолкновительная плазма? Или все-таки это столкновительная плазма? Нет, это столкновительная плазма. Ну, там... В самом клинче, значит, там плодность порядка 10-17. В 19-е, в 19-е, в теплотуре там все время тоже будет. То есть от какого параметра вылетает оттуда плазма, как быстро она остывает и расширяется изначально, я, к сожалению, сейчас сказать не могу. Поэтому у меня нет данных. У нас есть отмерения на большом расстоянии. На большом расстоянии. На большом расстоянии... Ну... Режество-то видео. Присоединение для движения. Продолжение отпусков, это... Все понятно. Последний вопрос, пожалуйста. То, что вы рассказываете, на самом деле похоже на другие астрономические джеты, которые возникают при присоединении магнитного поля. Там, действительно, большой гео параллельно и сразу он выдается. Эти джеты похожи на совсем другой механизм. Это типа магнитонационного, они ускоряются очень медленно. Вот в детском случае сидит. Судит. Не испортит ли это вам всю картину? Вот это совершенно другая комплимента. Нет, вы знаете, вот я думаю, что он не испортит. Я почему-ли... Я сказал, может, опять-таки, ему не совсем нет. Я осторожно отношусь к механизму формирования джета. Может быть, допустим, я могу допускать, что механизм формирования джета там у них звёздок не будет. Это просто ничьи. Тем не менее, у нас тот же механизм, что и на основке магнит. Эти спередиенты, она будет очень широкое применение. Теоретика, астрофизика, хорошо используется. И... Мы в этом случае тоже имеем, как говорится, право на то, что беспередиенты. Но более того, у нас есть своя ниша. Ещё раз говорю. Вот неважно, как этот джет создался. Если у него есть некие параметры, которые похожи на то, что есть в этих джетах, и есть некая фоновая следа, которая похожа на то, что есть в реалии, мы можем исследовать процесс распространения этого джета в этой среде. Независимо от того, как мы занимаемся. Вот это наше решение. Спасибо большое. Ну, у нас завершена сессия. Начинается по нейтронной звезды. Давайте сейчас. Удача у нас будет доклада. Правильно? Дмитрий Георгиевич и Афула. Пожалуйста. Нитринная физика нейтронных звезд. Полчаса. Добрый день. Добрый день. Я очень обрадовался в этом году, что в Москве премьера по физике учили Кайт и Макдональдс за исследование в области нейтральной физики. И вот поэтому я решил сделать этот доклад про нейтральную физику и нейтронные звездки. Доклад этот в основном будет обзорный, посвященный не моим работам, а чужим, но в том числе и моим, своими замечательными славствами, которые уже запомянуты. И Кайт Доклад был не очень простой. Во-первых, введение, во-вторых, нейтринное охлаждение, в-третьих, нейтринное нагревание, в-четвертых нейтринных лампах и потом заключение. Значит, про нейтральные звезды два слова. Вот какие. Значит, нейтральные звезды очень плотные, их плотность удобно измерять в ведроцах ядерной плотности. Ядерная плотность – это 3 на 10 – 14 г куб. сантиметров. Нейтральные звезды состоят из четырех слоев. Внешняя кора, внутренняя кора, внешнее ядро, внутреннее ядро. Кора тонкая и ненасильная, а ядро толстое и массивное. Значит, внешняя кора состоит из электронов и атомных ядр и простирается до плотности 1 тысячной ядерной плотности. Внутренняя кора к электронам и атомным ядрам добавляют еще свободные нейтроны и простирается она примерно до половины ядерной плотности. В отношении древней ядронной звезды вещество устроено так – это жидкость, в основном состоящая из плотноупакованных электронов, с примесью нейтронов, протонов и ионных. И эта кора, это ядро внутреннее тянется до плотности порядка двух ядерных плотностей, а глубже идет внутреннее ядро нейтронной звезды. Максимальные плотности здесь 10 ядерных плотностей или больше. И состав этого ядра и уравнение состояния его плохо известно. Здесь, возможно, раздаются другие частицы нейтронов и протонов, могут появляться диппероны, а также и другие всякие возбуждения. И интересно это изучать. Для простоты и для скорости я буду рассказывать так, как будто бы ядро нейтронной звезды состоит из нейтронов, электронов, электронов, ионных. Основное нейтринное излучение испускается из ядра, поэтому в основном я буду говорить про ядро нейтронной звезды. И вот энергии частиц в ядре, они порядка нескольких сотен метров. Типичные температуры этих частиц, типичные температуры ядра порядка одного сотни кельф. Это означает, что вещество это сильно вырождено, как электроны в металлах. Что касается нейтринного излучения, тут вообще жалкие уничтоженные частицы. Ну, во-первых, нейтринное излучение нейтронных звезд, в отличие от сверхновых и звезд, которые сразу же после нейтронных звезд, после вспышки сверхнового, образуются. Это нейтринное излучение не наблюдаемо. Во-вторых, вещество совершенно прозрачное по нейтринам. И в-третьих, энергии нейтрин, они, как правило, порядка тепловых энергий, и импульсы нейтрин тоже очень маленькие. Поэтому энергии и импульсы нейтрин, они не запистолимы с энергией и импульсами частиц, которые их генерируют. Поэтому задача здесь очень проста. То, что нужно сосчитать, это нужно сосчитать лишь мощность нейтринного излучения. Эрги в публичном сантиметре в секунду, и это дает всю информацию о том, что делает нейтрин от нейтронных звезд. Главное же, что оно делает, это охлаждает нейтронную звезду. А то охлаждение уже наблюдаемо. Что касается истории, то история нейтринного излучения звезд, она началась вот в этом казино, казино до Урка, летом 1939 года. Здесь встретились глаз замечательных ученых, Георгий Антонович Гамов и Марио Шонга. Они придумали самый мощный нейтринный процесс взлета, так называемый Урка-процесс. Написали об этом работу, которая была опубликована весной 1941 года. И это было начало. Теперь о нейтронном охлаждении нейтронных звезд. Я об этом много рассказывал, поэтому постараюсь поскорее. Нейтронное охлаждение важно, потому что охлаждает звезду, что можно сравнивать с наблюдением. Самый мощный нейтринный процесс ведре нейтронной звезды, это так называемый прямой Урка-процесс, который был взят с Гамовом и Шойбергом, но адаптирован к физике нейтронных звезд только в 1991 году Владимиром, Петтиком, Пракошем и Хэнсоном. Несмотря на грозное название, этот процесс очень простой. Он состоит из двух реакций. Реакция развала нейтрона на протон, электрон и антинейтриня электронная. Это одна реакция. А вторая реакция, когда протон сталкивается с электроном, превращается в нейтрон и спускается электронная нейтриня. В итоге двух этих реакций происходит Урка-процесс, прямой Урка-процесс, при котором состояние вещества не меняется, но и спускаются две пары, две нейтринные и антинейтринные пары, которые уносят энергию из звезды. Скорость такого процесса легко рассчитать любому студенту, кто занимается квантовой электродинамикой. И скорость очень большая. Мощность энерговой дилеты отдается такой формулой. Сильно зависит от температуры, как температура в шестой степени. И это очень важно. Значит, если вместо электронов, электроны можно заменить на ионы, и это будет неонный Урка-процесс. Наклоны можно заменить на гипероны, и это будет гиперонный Урка-процесс, и это всё будут очень сильные процессы излучения нейтритов, нейтронных глионов. Но у этого процесса есть один дефицит, одна слабая черта. Этот процесс, для того чтобы он пошёл, нужно, чтобы сохранялся и тот частич, участвующий в реакции. Это сводится к тому, что для импульсов нейтронов, протонов и электронов на поверхности фирмы должно выполняться вот это нереальство треугольника. Оно как раз условие таковое, что во внешних ядрах нейтронных звёзд оно вообще не выполняется, а во внутренних ядрах нейтронных звёзд оно если выполняется, то принято только уравнение состояния. Совсем не при каждом. И так значит, этот процесс идёт, но только в массивных нейтронных звёздах, которые в дополнение к тому выполняется в лёте неравенства треугольника. Он капризный, этот процесс. Что же будет, если его нет? Если его нет, не беда. Можно создать модифицированный Урка-процесс, который отличается от прямого Урка-процесса только одним. В каждую реакцию, в начальное и конечное состояние мы добавляем нуклон, всё равно какой нейтрон или протон. Этот нуклон для реакции не нужен, но нужен для того, чтобы сохранить импульс. И цена этого добавления такая, что скорость, мощность энерговыделения становится зависящая от температуры как ТВ8 и становится на 6-8 порядков меньше. То есть это гораздо более слабый процесс нейтринного излучения. И так, если мы посмотрим, если мы представим себе, что мы находимся в нейтронной звезде, в ядре нейтронной звезды. Вот это вот внешнее ядро, вот это по горизонтали плотность, по вертикали мощность излучения. А вот это внутреннее ядро, а температура 10-9 градусов Келлина. Во внутреннем ядре может быть включен прямой Урка-процесс. Во внешнем ядре и во внутреннем ядре может быть включен модифицированный Урка-процесс. Но об этом сегодня Петер Штерлин, Петер Сергеевич Штерлин будет более подробно рассказывать. Это немножко не так, как здесь нарисовано. И если нет и модифицированного Урка-процесса, то тогда и идут процессы тормозного излучения нейтринных пар при столкновении наклонов. Например, нейтронно-нейтронные столкновения, нейтрон-протонные и протон-протонные. Они несколько слабее, чем модифицированный Урка-процесс, но тоже ничего. Итак, мы имеем здесь две возможности. Если включен прямой Урка-процесс, то есть массивная звезда и треугольник выполняются, то нейтринная светимость нейтронной звезды зависит от внутренней температуры по этому закону. И при плотности и при температуре 10-9 Гельвина эта нейтринная светимость будет на несколько порядков превосходить фотонную светимость в обычной галактике. Даже необычная эта туманность эндромеды. Если же выключен прямой Урка-процесс, а работает модифицированный Урка-процесс, то тогда нейтринная светимость гораздо ниже. И тогда нейтронная звезда будет оставать медленнее, то есть она будет горячее значительно, чем в первом случае. Но все это на самом деле еще сильно усложняется, все это нейтринное королевство сверхтекучести нейтронов и протонов в ядре звезды. При наличии сверхтекучести, вот тут нарисовано дисперсионное соотношение, зависимость энергии частицы или квазичастицы, нейтрона или протона, от импульса. Так вот, если сверхтекучести нет, то зависимость плавненькая, типа параболической. А если же она есть, то в этой зависимости появляется сверхтекучая щель. Как раз в районе уровня фермы. Эта щель никак не влияет на строение звезд. Она слишком маленькая для строения. Она кардинально может изменить нейтринное излучение. Потому что частицы вырождены и излучают только те частицы, которые находятся в тепловом развитии уровня фермы. Таким образом, наличие щели сильно может подавить напрочь нейтринные процессы, которые в другом случае будут очень сильно. Например, если есть массивная звезда с включенным прямым ЛК-процессом, туда добавить сильную сверхтекучесть нейтронов или протонов, и вы получите совсем другое. Сверхтекучесть выключит прямой ЛК-процесс, и звезда станет медленно остывающей. Но это еще полбеды. Кроме этих процессов подавления, из-за того, что появляется щель, нуклон может перекрыть с одного края щели на другой и испустить нейтринную пару. Этот процесс называется генерацией нейтринного излучения при куперовском спаривании нуклонов. И он интегрально может быть раз в 30 или в 100 больше, чем модифицированный ЛК-процесс. То есть, другим словом, если есть вот этот процесс, он в основном работает хорошо, когда есть нейтронная сверхтекучесть в ядрах нейтронной звезды. То тогда нейтронная звезда будет оставаться гораздо быстрее, чем в сверхтекучести. То есть нейтринная сверхтекучесть, она все перепутывает. Ну, например, вот тут наши расчеты. Здесь нет вообще никакого прямого процесса. Здесь кривые остывания нейтронных звезд разной массы. И вот тут Кассиопия А. Это знаменитая природная звезда, которая остывает, вроде как бы, и быстро в реальное время. Об этом Александр Юрьевич Патехин сегодня будет рассказывать. Вот она живет примерно 300-200 лет. Она жила до всякой нейтронной сверхтекучести, там она еще не появилась. А вот появилась нейтронная сверхтекучесть, и она начала очень сильно оставать за счет нейтринного излучения пара. Это просто график, который показывает, что магнитное поле очень сильно может влиять на нейтринное излучение. Но я не буду на нем останавливаться и перейду ко второй теме моего доклада. Это нейтринное нагревание. Если про нейтринное излучение знают все, то про нагревание знают, наверное, немногие. А нейтрины могут и нагревать звезду. И связано это с неравновесностью по так называемым бета-процессам. И первое, что я расскажу, что это такое равновесие по бета-процессам или бета-равновесие. Вот представим себе модифицированный неркопроцесс. Здесь две реакции. Прямая реакция – развал нейтрона. И вторая реакция – это поглощение протона. У каждой из этих реакций можно сосчитать скорость реакций гамма-1 и гамма-2. И мощность нейтринного энерговыделения Ко-1 и Ко-2. Значит, если имеются равновесия по химическим потенциалам, то есть химпотенциал нейтрона равняется химпотенциалу протона плюс электрона, как в статистической физике равновесия. То есть если вот эта величина дельта мю равна химическому потенциалу нейтрона минус химический потенциал протона и электрон, если она равна нулю, то тогда достигаются условия бета-равновесия. Это означает, что скорости реакции 1 и 2 одинаковы, то есть химический состав вещества не меняется, ну и нейтринные излучения 1 и 2 тоже одинаковы. И тут все хорошо, тут достигается нейтринное равновесие. Но счастье в том, или несчастье, я уж не знаю как это сказать, состоит в том, что бета-равновесия может не быть. И бета-равновесие устанавливается долго. То есть звезда может жить в неравновесном состоянии по нейтринным процессам в течение долгих лет. И даже сотен лет, и тысяч лет. И, значит, при этом нейтринная физика совсем другая. Ну как же, что же будет, если нет бета-равновесия? Да будет вот что. Предположим, что у нас везде есть избыток нейтронов. Тогда скорости реакции 1 будут больше, чем скорости реакции 2. Этот избыток будет рассасываться. При этом дельта не будет положительно невязко химического потенциала, но она будет уменьшаться. Другой случай, если избыток протонов есть везде, тогда скорость реакции 1 будет меньше, чем скорость реакции 2. То есть реакции будут идти так, чтобы сделать звезду равновесной. И в этом случае дельта мю будет меньше нуля, но стремится к нулю. В любом из этих случаев звезда будет стремиться к релаксации. При этом дельта мю будет стремиться к нулю. А раз звезда релаксирует, то в ней выделяется энергия. Всякая неравновесность означает то, что в звезде есть лишняя энергия, которая может выделиться при достижении равновесия. И вот это выделение энергии внутри звезды вследствие релаксации, оно приводит к нагреву звезды. Ее нужно описать эффективной объемной вязкостью сверхплотного вещества внутри звезды. И вот это вот то, что может нагревать звезду, вместо того, чтобы ее охлаждать. Итак, значит, неравновесная звезда может нагреваться, в ней может выделяться запасенная неравновесная энергия, появляется объемная вязкость. Ну и кроме того, в неравновесной звезде будут идти реакции и те же самые, и будет звезда охлаждаться. Главный параметр, который описывают эти процессы, это отношение невязких потенциала к температуре. Это основной параметр здесь. Если этот параметр мал, то такой режим называется линейным. И в этом случае время релаксации порядка теплового времени, порядка времени охлаждения звезды, это тысячи лет, десятки тысяч лет. Если же Δm много больше, чем 1, то такой режим называется нелинейным. И в этом случае звезда очень быстро релаксирует к линейному режиму, а потом медленно релаксирует уже к настоящему равновесию. Так, следующий слайд. Это просто, как рассчитывается, огромная вязкость, просто плановая линейца гибридиномика. Представим себе, что звезда колеблется. Значит, если она колеблется, то она будет все время выходить из состояния в этой равновесии. Это будет означать вязкость. Эта вязкость будет обладать совершенно удивительными свойствами. Она будет зависеть от частоты колебания, от температуры, от того процесса нейтринного, который определяет эту вязкость. В модифицированной АК-процессе она маленькая, в прямом АК-процессе она очень большая. Я, правда, не буду в деталях рассказывать, а я расскажу вот о чем. Значит, вот это рисунок, который показывает скорость нейтринного энерговыделения и скорость вязкого выделения за счет нагревания внутри звезды. В зависимости от этой невязки Δμ, поделенной на КТ, для двух режимов. Вот эта вот часть — это линейный режим колебаний звезды. А вот эта часть побольше, где-то Дм, КТ больше, чем, ну, то десятка — это, так называемый, линейный режим. Что-то нарисовано. Красная линия — это нейтринное излучение, отнесенное к нейтринному излучению при ВТ-равновесии. Красная линия — это вязкий нагрев, отнесенный к нейтринному излучению при ВТ-равновесии. Так вот видно, что в линейном режиме излучение нейтринное превосходит нагрев, и звезда в целом охлаждается. Наоборот, в нелинейном режиме все наоборот. Вязкий нагрев превосходит нейтринное излучение, и звезда будет нагреваться. Сценарии тут астрофизические такие, они были придуманы Рейснеггером. Представим себе маломассивная двойная система, содержащая пульсар и маломассивную звезду. Идет аккреция, и пульсар раскручивается до миллисекундных периодов. Затем маломассивная звезда превращается в белый карлик, аккреция останавливается. А дальше эта система эволюционирует так, что эти звезды эволюционируют сами по себе, и в частности пульсар тормозится. Так вот, это торможение пульсара все время вызывает отклонение от бета-равновесия внутри звезды. Все время идет это выделение химического тепла за счет бета-равновесия. И оказывается, что такие старые пульсары, ничего не аккрецирующие, они могут быть нагреты до сравнительно высоких температур. Вот этот пример, который весь Ниггер очень любит представлять. Это пульсар, вот этот вот J04137. Это очень старый пульсар в системе с белым карликом. Температура поверхности типа 10,5 градусов келья. Не откуда взяться больше тепла, как вот от таких вот штук. Так. Ну и, наконец, третья часть — это нейтренный клап. И эта задача вот какая. Представим себе звезду нейтронную. Представим себе, что мы нагреваем эту звезду изнутри. Природа нагревателя меня сейчас интересовать не будет. Мне все равно, чем я нагреваю. А будет меня интересовать вот какая задача. Сколько же тепла выдает на поверхность и высветится в виде теплового излучения звезды. И вот мы провели очень много компьютерных экспериментов, нагревая звезду. Мы поняли, что нагревать надо кору. В коре идут свои нейтринные реакции, про которые я не буду говорить, это слишком долго. Но там нейтринное излучение возможно и очень сильное. И вот тут один из численных экспериментов представлен. Здесь кора нагревается в звезде с 1,4 массы Солнца. Нагреватель расположен вот в этом слое. Это примерно 400 метров глубина от поверхности и 80 метров по толщине. От этих параметров мало чего зависит. И вот что я буду показывать. Вот эти левые и верхние графики будут показывать профили температуры. В коре нейтронной звезды, где включены слои с данными параметрами, включены источники нагрева. Внизу будут показаны две линии. Красная линия будет мощность нагрева на единицу площади. А синяя линия это будет мощность тепла, выходящего на поверхность, выносящегося на поверхность теплопроводностью и спускаемого в виде теплового излучения. Итак, вот эта звезда пока что холодная. И я начал ее нагревать. Смотрите. Вот я добавляю мощность нагрева. Вот, пожалуй, что я лучше здесь установлюсь. Вот смотрите, что произошло. У меня в той области, где расположен источник, повысилась температура, но она еще не достигла 10,9. 10,9 здесь градусов кеглина. Это некая критическая температура, которая во всех расчетах, которые мы делали, оставалась одной и той же. А внизу все хорошо. Вот эта вот красная линия. Это столько энергии мы выделяем, чтобы нагревать звезду. Почти вся энергия стекает в ядро звезды и спускается оттуда нейтринным излучением. Несколько процентов идет к поверхности и спускается фотонным излучением. Так что фотонная светимость, эффективность нейтронной звезды излучать из такого слоя, это несколько процентов. А вот дальше будут чудеса. Я буду нагревать дальше. И вот смотрите, что будет происходить. Температура почти перестанет повышаться. Я могу до потери пульса вкладывать энергию в этот слой, но на поверхность будет выходить одна и та же энергия. Потому что вся дополнительная энергия, которую я вкладываю, будет излучаться из этого слоя прямо на месте нейтринным излучением. И это работает как нейтринный клапан, который, когда температура в коре звезды достигает значения порядка 10-9, все, стоп, дальше вы не нагреете. Дальше у вас излучение не будет выходить на поверхность. И, значит, таким образом, если вы нагреваете нейтронную звезду спокойным образом изнутри, вы не можете получить высокую температуру поверхности. Вы можете получить максимум. Это называется второй дентоновский предел. Одно тысячное тире десять минус четвертый от первого настоящего дентоновского предела. Больше нет. Вот. Ну и все я рассказал. Заключение. Такие нейтринные процессы определяют тепловую структуру и эволюцию нейтронных звезд. Они могут включать реакции с нублонами, гемперонами и с другими частицами. Они очень сильно подвержены очень сильному влиянию сверхтекучести магнитных полей, отклонения от бета-равновесия в ядрах нейтронных звезд. Они регулируют остывание нейтронных звезд, регулируют релаксацию и бета-равновесие. Они производят дополнительное нагревание звезды, вернее, могут производить. И они могут работать как тепловой клапан. И все это стандартная физика, которая известна давно, частично забыта, а частично и не полностью понята. И, наконец, последнее – это исторические изыскания по поводу того, что это за урка такая. Итак, Джордж Гамов, он имел в виду, называя нейтринный процесс уркой, он имел в виду, разумеется, казино, где он встретился с Шонбергом. Дальше, когда они посылали статью в печать, они понимали, что ведь рецензент может спросить. И они придумали ответ. Ответ был готов, это аппремиатура от Unrecordable Cooling Agent. Но рецензент не спросил. И при этом очевидно, что Джордж Гамов знал, кто такие урка. Это слово нелитературное, это жаргон, который отмечает «бор». Ну а дальше Центр по вырабатыванию удобного языка для изучения нейтринного излучения в нейтронных звёздах переместился в физико-технический институт. И вот Ксения Петровна Левенфиш, она ввела три термина. Прямой рукопроцесс – билектурка. Она обозвала дуркой. И вот образец нашей дурки, он здесь прямо нарисован. Мурку – это модифицированный рукопроцесс, которая зашахерила всё на шамалину. И так все знают. И вот эти два термина, они стали сейчас общими людьми в англоязычной литературе. А кроме того, мало кто знает, что Ксения Петровна ввела ещё термин «полудурка», который обозначает «буркопроцесс», но не такой сильный, как на уклонах, а послабее. Мы последнее путешествие мы совершим в Краков, где Слава Ксении Петровны не давала жить Себастьяну Курбису, и он вёл просмотрение «урку». Ну и всё. Если вместе это скомпоновать, то можно сказать одним словом, что «урки» – наши. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 У вас вопрос? Дим, я не до конца понял. Вот в маломассивной двойной системе там кульсар пронимозится очень медленно. А как, когда нагрев происходит? Казалось бы, обычный кульсар пронимозится гораздо быстрее. Это миллисекундный кульсар, но он холодный. Вся прелесть в том, что он холодный, и обычный кульсар гораздо горячее. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А вот у вас, то есть не у вас, а в природе очень сильно от температуры зависит нейтринное излучение. А как же может быть тогда такой большой разброс по температурам на наблюдаемых нейтронных звёздах? Там разброс по температурам раза в два у вас получается, правильно? При одной и той же H. На разброс в два раза, два десятая – это тысяча. А мы имеем разницу на 6 на 8 порядков. На 6 на 8 порядков. В чем? В нейтринное светильность. А разве нейтронные звёзды начинают с одной температуры? Светит известно как. Почему кривой одной не получается, а много? А зависит от массы, что ли? Да, конечно. А, и просто разные массы. Да, разные уравнения и состояния. Есть уравнения и состояния, которые совершенно естественные. А экспериментальные данные – это другое дело. Вопросы много, давайте. Ваши комментарии. Я хотел продолжить практический вопрос после. У меня, пока я слушал, возник тот же самый вопрос. Есть реальные задачи. Например, идет окреция, и мы меняем структуру нейтронной звезды, и там есть естественный процесс. У нас идет нейтронизация. Мы изучаем эти. Совершенно один из процессов, который вы описали. Я чуть-чуть кто-нибудь оценивал, причем это может тоже сыграть свою роль в оброждении нейтронной звезды во время этого процесса нагревания. Да. Это большая сетинственная звезды. А какая часть проходит этот механизм? Ну вот то, что я знаю, это совсем недавно была работа высокого канта Ирия Снебера, того же самого приложения к пульсару. И там, значит, типа 10.30 и 10.31 ряда в секунду. Конечно, энергия, которая не закачивала нам больше. Конечно. И у меня вопрос такой вот, когда мы рассматривали синаграммом слой растекания на поверхности нейтронной звезды, это зависит от момента. И вот угловой момент в нейтронной звезде. Его убрать очень трудно, и он заходит достаточно глубоко в нейтронную звезду. И там выделяет энергию. И у меня естественный вопрос к вам опять-таки. Мы выделяем, греем, и там производим достаточно теплый, горячий слой. И опять-таки нейтрином может уносить энергию. Может, да. Но это надо считать, и считать это нам трудно. Потому что у нас... Мы пытались оценивать, но свои оценки боялись. Мои ощущения, что да. Что нейтринная энергия тогда нейтринна будет сильно наносить. Энергию из ваших слов. Но не считаю. У меня вопрос в том же ключе про аффицирующие нейтронные звезды. Есть система, в которой термократия меняется. И чтобы профитировать кривую грезко в... Да, это 1731. Да, пожалуйста. Чтобы профитировать кривую грезко, необходимо постулировать наличие квоты источника энергии... Да, все вы увидите. Что? Шелло-хитик. Да, да, да. Вот этот ротохимический нагрев, он не может вам дать этот шелло-хитик? Он по энергетике не проходит. На стадии раскручивания. Не замедления нейтронной звезды, а раскручивания за счет окрекции. Вы знаете, этот вопрос я понимаю, но я не знаю на него ответ. Я уже несколько лет... А энергетика в порядке нескольких МЭО на артицированные звезды? Там энергетика может быть больше, и потому что это считают не очень хорошо. Дело в том, что там возникают переходы между одними и другими ядрами, и это так называемые ортопереходы, которые никто не считал другими словами. Вот это не сделанная задача. Вы этот вопрос задали, и задачи не сделаны. У меня вопрос по магнитной полю. Дмитрий, вы сказали, что оно непосредственно может влиять на нейтринную светимость. Скажем, магнитарная, большая оси, яйца, не запасенная. Как-нибудь они могут конкурировать с упловой эволюцией тех магнитаров? Ну и вопрос. Ответ, значит, у меня такое ощущение, что если честно говорить про магнитары, то нейтринное излучение ядра магнитара, вряд ли там меняется очень сильно магнитное поле. А вот в Калии может быть, потому что в Калии там магнитное поле может и всякие течения создавать, и может меняться внутренне светимость. Такая трудная задача для меня. Но и в литературе ничего об этом. В литературе то, что есть, меня не удовлетворили. Ну, я, по праву председателя, задаю последний вопрос. Вопрос у меня такой. Стандартная физика. Но как мы можем говорить о какой-нибудь там времени распаде нейтрона, при плотности там два-три раза выше ядер? Никаких нейтронов, протонов, колонов, ничего там нет. А есть два регулированных плазма, пусть абсолютно холодных. Откуда ты знаешь, что там стандартные какие-то коэффициенты? Воза частицы есть, а расчетов из первых принципов нет? Эксперимента нет. Вопрос на вопрос. Откуда ты знаешь про регулированную плазму? Ну откуда? Из того, что расчеты элементарных систем, типа дейтрона, там уже более-менее и склад выходной динамики получается. А вот что там внутри ядерного вещества? Они там пытаются строить там разные фаиры, рики, там планируют эксперимент. Там они не знают, что-то предсказывают. Но отдельных-то частиц там нет. И как изменить все эти скорости бета-процессов? Мне кажется, они не способны сейчас предсказывать. Значит, про кваргриумную плазму я не могу ничего сказать. Это дело сложное. Но я хочу сказать вот что. Чем дольше мы живем, тем дальше мы удаляемся от кваргриумной плазмы в нейтронные звезды. Потому что фазовый переход к кваргриумной плазме означает это всегда так. Это там просто теорема такая. Смягчение и уравнение состояния. А сейчас уже известно две нейтронные звезды с массой около двух масс Солнца. И они легко объясняются нуклонными уравнениями состояния. Очень непросто объясняются гиперонными уравнениями состояния. И совсем-совсем непросто к кваргриумной. Ну ладно, это я тоже могу заразить, что не просто в простейших, там, в школах, в теориях. Но мне кажется, там много еще неизведанных есть. Абсолютно. И вот астрофизика как раз может дать такие параметры, которые ни на каком рынке там в фаере не получишь. Совершенно верно. Сопоставление с теорией и людей не есть на ответ. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте 17.30 берем. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... 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 предел, значит в какой-то момент, когда светимость падает, они находятся на дингтоне. И вот есть по умолчанию предполагающий момент времени, когда температура максимальна, а нормализация черного тела минимальна, этот момент, когда фотосфера садится на поверхность звезды. Ну там детали не важны, сколько там метров она от поверхности, потому что хорошо бы нам померить радиус хотя бы с точностью до километров. Поэтому атмосфера высотой 10 метров или 100, в общем, дальше уже не сильно важно. Но это предположение, которое, конечно, надо проверять дальше. Что происходит после вот этого момента touchy-down, когда фотосфера садится, предполагать, что все, что происходит после этого момента, происходит уже на поверхности звезды. Фотосфера сидит уже на поверхности звезды и после этого любая эволюция связана только с охлаждением этой поверхности звезды. Поток падает, температура падает, все это понятно, а вот эта эволюция, которая показана нормализацией черного тела, она меняется. Естественно, размер нейтронной звезды в этот момент уже не меняется. Почему же тогда меняется нормализация черного тела, которая в прямую, в принципе, должна говорить о размере площади поверхности нейтронной звезды? Это связано с тем, что спектр директированного черного тела меняется. И вот эта спектральная поправка отношения цветовой температуры к эффективной, это функция потока. И все, что мы видим, революцию нормализации после Тачдама, это просто означает, что цветовая поправка меняется. И вот с Валерой разработанной модели, он просчитал все эти модели нейтронных звезд, где он просто посчитал, какая цветовая поправка должна быть и как она должна меняться с потоком. Здесь вот есть синяя кривая на втором графике, которая просто показывает георгический расчет для модели атмосферы, там, в мультироссии то есть, водородные или чисто гелевые, или солнечное содержание атмосферы. Вот, цветовая поправка действительно должна такого потока. И цветовая поправка, она, на самом деле, связана с нормализацией черного тела, как я покажу через секунду, вот, в какой-то степени. То есть, в принципе, имея теоретическую модель атмосферы и имея данные, мы можем их срезать и попытаться вытащить какие-то параметры. Какие параметры мы будем пытаться вытаскивать? Ну, первое, конечно, если мы говорим, что здесь достиг, в какой-то момент достигался диктонский предел, то мы можем вытащить диктонский поток, то есть, поток, наблюдаемый в рентгене, который должен соответствовать диктонской светимости. Там нужно учитывать все поправки общей относительности, но это уже там в детали. В принципе, вот это число, оно важно, потому что этот диктонский поток будет зависеть от массы нейтронной звезды, радиуса нейтронной звезды, то есть, на самом деле, ускорение силы тяжести на поверхности, и расстояние, естественно, потому что поток будет зависеть от расстояния. Вторая вещь, за которую мы будем гоняться, это нормализация черного тела в хвосте сплесла. То есть, вот это, как видите, некая плата достигается, синенькая такая, то есть, вот эта нормализация будет нам говорить о некотором таком асэпстатическом, ну, в Осиптоске будет говорить о размере нейтронной звезды. Нам тут единственное, что нам нужно будет знать, дальше, какая цветовая поправка в этот момент времени существует. Тогда, имея размер нейтронной звезды, как бы чернотельный, цветовую поправку мы просто напрямую меряем угловой размер нейтронной звезды на небе. Зная расстояние, мы просто знаем размер нейтронной звезды. Вот там, как это называется, радиус эндикой тинфинити. Те же данные можно представить в несколько другом виде. Здесь просто показана диаграмма Гершман-Грессела. По вертикали это поток, ну, или светимость, да, по горизонтали это температура, как видите, она справа налево увеличивается, этот кэрот температура. Ну вот, красненькими это данные, наблюдаемые для типичного рентгеновского всплеска, который мы наблюдаем. Вот, видно, что поток, когда большой, то температура тоже большая. Значит, и вот такая главная последовательность, как бы у нас возникает. Стандартный закон Стефана Больцмана, при постоянном размере, если бы у нас было черное тело, то давал бы вот такую прямую линию. Если мы поправим наши данные за цветовую поправку, мы действительно, эти данные отлично вложатся в нашей теоретической модели. Значит, что-то мы понимаем в этом, что действительно, имея правильную цветовую поправку, можно получить, воспроизвести закон Стефан Больцмана. Так, вот этот метод, который мы используем, называется Coolant Tail Method, то есть метод, как по-русски даже сказать, в хвосте охлаждения рентгеновского всплеска, который мы применяем. Вся его суть заключается в том, что мы пытаемся использовать все данные после Touchdown, после того, как автосфера садится на ядронную звезду, все данные нужно использовать для получения параметров ядронных звезд. Вот этим летом была конкуренция в Монреале, когда я ездил мой студент, и там он пропагандировал наши результаты. Ну и, в общем-то, сейчас же большинство людей, работающих в этой области, сходится в том, что это один из самых многообещающих методов для определения, статистического определения, ну, по крайней мере, радиус-метронных звезд. Несмотря на сильных, которые есть для конкурирующих групп. Вот. Так, это тоже самое, что всплески, я еще раз показал. Так, существует, на самом деле, проблем. Вот для этих всплесков, которые превышают диктонский предел, они, на самом деле, существуют двух типов. С удивлением мы обнаружили пару лет назад, в прошлом году мы уже были выкрустить эту тему. И они, эти два типа всплышек, они связаны с тем, что они происходят в разные моменты времени, при разных темпах отреции нейтронной звезду. Так что мы работаем с нейтронными звездами, маломассивно-тренгеновских двойных, они отрицают мущество, темп отреции меняется. Так вот, оказывается, что всплески, которые происходят в жестком состоянии, когда темп отреции маленький, и всплески, которые происходят в мягком состоянии, когда темпы отреции большие, они сильно отличаются. Как я вам покажу? Здесь вот всплески, вот это спектры объекта до рентгеновского всплеска. Видно, в жесткой состоянии такой степенной спектр, а в мягком состоянии, когда потоки больше, они такие более-менее тепловые. Связано с тем, что там есть, наверное, какой-то слой растекания на поверхности нейтронной звезды. Как же ведут себя на диаграмме Герцбанга-Рессела всплески, которые происходят при большом темпе отреции? Здесь вот у нас десяток всплесков, опять поток температуры, вот черная линия – это закон Стефан-Больцмана, и, как видите, на самом деле закон Стефан-Больцмана не так плохо описывает эти данные. Но, как я вам сказал, что цветовая поправка на самом деле должна меняться с потоком. То есть, если наши данные неплохо описываются законом Стефан-Больцмана, значит, мы совершенно ничего не понимаем, что там творится. Потому что они никак не должны описываться этим законом. Значит, эти всплески, которые происходят в мягком состоянии, они на самом деле противоречат теории. Всплески же, которые происходят в жестком состоянии, они ведут себя, как бы на малых потоках они ведут себя как закон Стефан-Больцмана, а на больших потоках они сильно от него отклоняются. И это ровно то, что предсказывает теория. То есть, поэтому на самом деле, когда существует набор большой всплесков рентгеновских, ну, например, рентгеновская обсерватория Россия и Светлайнер-Эксплора задетектировала там пару тысяч всплесков. Из них даже вот этих фотосферий градус-эксплесков было там несколько сотен. Из этих сотен всплесков нам нужно отобрать те, которые хоть как-то согласуются с нашей теорией, потому что только те всплески мы можем использовать для получения параметров нейтронных звезд. А все остальные, к сожалению, они не горят никуда. Просто по той причине, что на больших потоках аккреции вещество падает на нейтронных звезду с такой скоростью, что все, что мы видим с нейтронной звезды, сильно подвержено аккреции. То есть это не является изолированной нейтронной звездой, и мы не можем построить модель атмосферы такой нейтронной звезды, предполагая, что все излучение идет с ней, ну, изнутри, потому что с нее сверху валится куча материала. К тому же такая нейтронная звезда, которая, в тему больших потоках аккреции, окружена аккреционным диском, которая все усложняет. В общем, нужно выделить нужные всплески, но это так, что Валера предоставил мне слайд, как нам нужно выделить, нам померить температуру нормального здорового человека, но при этом мы пришли в госпиталь, и пытаемся мерить температуру всем подряд, но никакая статистика, которую мы будем применять, никогда она не даст правильного результата. Вот этот у нас тип здоровый, этот тип здоровый, в данном случае он улыбается, все остальные больные, так вот нам нужно то же самое сделать с эргенским всплесками, нам нужно найти здоровые всплески, вот эти, да, среди, на самом деле, моря больных, которые мы никак не понимаем, даже на самом деле происходит. как я сказал, нам нужны атмосферные модели атмосфер, которые у нас теперь подсчитаны очень много, посчитаем для разных 흰-составов, для разных логарифмов, для гравитации на поверхности, теперь у нас там существует, не знаю, сколько сотен уже моделей для разных сетимости, у нас меряется в Японске к Дингтону, то есть ну, на поверхности. Вот это L маленькая, просто поток поделить над Дингтонской поток, например спектра как функция энергии они как видно на я самом деле при больших светильности особенно не так сильно отличаются тепловые спектры а вот черная линия это возникает из-за того что там железо становится не полностью ионизована и там возникает поглощение но на больших светильности все ионизовано спектр почти что чернотельное черное тело и хорошо фикируется поэтому такой формулы уберется поток на поверхности он можно на самом деле здесь еще конечно черным телом можно описать функции планка и поделить на некий фактор делюции который на самом деле связан с цветовой поправкой степень 4 то есть вот это такая такая форма он просто сохраняет поток на поверхности если вы проинтегрируете по поверхности по энергии получите просто 4 где ты эффективно температуру на поверхности а наблюдаемая температура цветовая поверхности там с учетом блюдами эффективно умножить на цветовую поправку значит модели атмосфер на больших светильности хорошо описываются дилетированным черным телом основной правил еще раз вот это всегда поправка но и наблюдение тоже хорошо описывается черным телом поэтому модель описывается хорошо черным телом и данные хорошо описываются черным телом но теперь вам нужно просто сложить и просто по сути дела после этого мы можем все сравнивать данные с наблюдениями модель у вас дилетированное черное тело наблюдение опять мы фикируем черным телом значит наблюдение у нас какая нормализация у нас на функцию планка от какой-то цветовой температуры черного тела отсюда сразу видно можно еще какие-то факторы поставить на расстояние в квадрате какие-то там решили освещение хвостик подробности видно отсюда сразу что вот эта нормализация черного тела котором фикируем должно быть связано с цветовой поправкой а наблюдаемая температура должна быть связана с эффективной температурой поэтому цветовая температура должна вести себя как к степени минус 1 4 ну вот поэтому это мы и ставим что отсюда мы должны получить две вещи мы должны получить два параметра одно параметр это некая нормализация вот коэффициент пропорциональности между двумя вещами цветовая поправка и нормализация черного тела а вторую вещь мы хотим померить это диктонский поток из этих двух наблюдаемых вещей мы должны получить массовый радиус как делается если у вас померяна если у нас померяна диктонский поток то он связан с массы расстоянием если мы знаем расстояние то вот на массе радиус метрона на массе радиус плотность возникает некая треволина такая дальше если мы меряем нормализацию черного тела по сути мы меряем угол интересный угол закрываем нейтрон звездой на небе вот опять если мы знаем расстояние тут просто меряем радиус бесконечность это радиус и физически может на 1 2z 2z как раз смещение это дает некую другую криволину вот они где-то должны пересекаться хорошо если данные были такого качества что они пересеклись в этой точке и мы сказали вот там то есть машины трона звезда проблему каждый здесь первое в том что мы не знаем обычно расстояние до электронных звезд удивительным образом это оказывается не так важно потому что из этих двух наблюдаемых вещей можно убрать неизвестное расстояние получить величину которую дингтоновская температура это просто на самом деле эффективная температура на поверхности звезды при дингтоновском потоке которую нужно за красное смещение просто поправить мы его наблюдали вот это эффективная температура и он ее можно определить из наблюдений нет она не зависит от расстояния и она дает вот эту синюю криволину самое удивительное она не зависит от расстояния совершенно то есть если мы заполучили наблюдение где мы поверили нормализацию черного тела и диктонский поток мы получим мы знаем наши метро на звезда должна лежать вот на такой вот синей кривой вне зависимости от того какого расстояния будет разное расстояние будет в разных местах этой кривой сидеть вот это как бы чем это хорошо то что если мы знаем что где-то сидим на этой кривой и мы эти знания также объединим знаниями уравнение состояния ядерной физики то это сильно ограничивает возможности где же мы должны сидеть на нейтронной звезде но обычно мы знаем что нейтрон звезды они в порядке полтора масса и если мы знаем что мы должны сидеть между 11-15 километров в общем у нас не остается большого выбора где же мы должны сидеть на этой кривой вот что мы сделали недавно это мы взяли набор пентгенских всплесков здесь сожалению не очень большой а выбор этих всплесков которые мы отобрали аккуратно к основным критерием был такой что эволюция черного тела нормализации после так давно она должна хорошо описываться теории если теории не описывается значит пески больные мы используем не будем осталось после удивительно что осталось буквально там меньше дюжина всплесков из всего этого моря которые мы решились высказать мы в них как-то уверены и дальше мы с ними работали и получаем вот эти параметры вот результат как бы не зная расстояние до этого объекта на этих объекта то три объекта но на самом деле для того мы что-то знаем мы получаем какие-то ограничения на массу радиус микронных звезд и вот все вот эти ограничения не вытянуты вдоль этой кривой постоянной гингтонской температуры вот как где тут какие плотности вот эта плотность вероятность некая она вот варьируется здесь это просто потому что амфитируем данные наша теория наша цветовая поправка она на самом деле зависит от ускорение силы тяжести поэтому когда мы блуждаем по плоскости массу радиус мы должны на самом деле выбирать каждую в каждой точке мы должны выбирать свою теоретическую кривую и сравнивать ее с наблюдениями поэтому где-то лучше где-то хуже и поэтому на самом деле вот это нам дает некую вероятность распределения конкретного объекта вот на этой массы план масса радиус плоскости дальше вот это эти распределения плотности вероятности мы должны объединить с нашими знаниями про уравнение состояния но уровень состояния как-то нужно параметризовать вот здесь у нас автор главный штайнер которая занимается физикой и уравнение состояние описывается какими-то параметрами параметры опять ну были какие-то определенных пределками у меня есть ну здесь для примера там энергия как называется с и производная от нее по плоскости вот представлены через параметры вот как можно в принципе получить там ограничение на все параметры которые необходимы для описания уравнение состояния использовалась два подхода как бы два типа уравнение состояния если мы не знаем уровень состояния но уже параметризовать вот в одном случае предполагалось что у нас есть политропы и как-то мы будем складывать друг другу там скажем из трех участках два конца мы знаем и параметры этих политропа как-то варьируют вот это как бы такие будет фазовые переходы какие-то мягкие или в принципе там второй вариант был просто из кусков прямых таких соединять и это такие в принципе возможное такие серьезные фазовые изменения вот если эти уравнения состояния на плоскости массы радиус выглядит так плотность вероятность вот этих уравнений станет разложили без учета данных то есть это теоретические уравнение стаяни из ядерной физики как нельзя вот здесь вот на радиусе видно ну вот радиус метрона звезды видны что они где-то от 12 до 14 километров радиус метрона звезд соответствующий этим уравнение стаяни но для уроку другой уровень стаяни с фазовым переходом она тоже будет 13 и 14 километров и в принципе хвост распространяется на маленький радиус теперь вот эти плотности вероятность нам нужно объединить с нашими наблюдениями у которых пики где-то там 12 11 12 километров по сути дела мы перемножаем использовалась байсовская статистика метод 30 тысяч часов вычисления нас на сутки компьютеры посчитать но по сути дела суть свойств тоже мы эти вероятности перемножаем вот что получается получается что для уравнения с поля тропами уровне состояние наше ограничение на радиус метрона звезд получается вот от 12 13 километров если мы разрешаем фазовый переход немножко меньше радиуса получается немножко тянет это уровне стоит разрешает более более маленький раз в принципе вот мы и получили что данные они как-то влияют на ядерную физику мы можем получить какое-то ограничение на параметрах на производную из ядерной физики размер интервалы переменности этих параметров широкий вот у нас получается более узкий для для тех кто занимает себя физиков это может быть полезная информация какая здесь проблема вот я сейчас вернусь немножко данном и последние пару минут я расскажу то есть какие здесь проблемы теперь вот казалось бы мы уже решили задачу мы получили получили ответ на самом деле не совсем удовлетворен этим ответом что ли просто потому что на самом деле мы не знаем какие с какими данными мы должны иметь дело я уже упомянул того что у нас существует всплески разных типов мягком и жестком состоянии мы больные в мягком состоянии выкидываем стали оставляем только здоровье хорошо но теперь смотрим на кривую как черное тело нормализация степени и высота 4 меняется с потоком вот и синеньким это теоретическая кривая вот черные крестики это данные серые данные до очень давно про них забудем первый вопрос который может задать это а как мы должны фитировать какую мы статистику должны использовать чей квадрат сразу видно какие-то точки на 3 5 не очень хорошо видно что для маленьких поток там вообще теории ничего не описывая там видно что все точки лежат выше 3 поэтому ясно что данные на маленьких потоках тоже плохо использовать и где-то нужно резать на какой-то там каком-то месте нужно взять данные обрезы по сути дела нам остается кусок данных где вырезать не совсем понятно и где мы его порежем ответ от этого будет меняться но я кругу испарили всем порежем данные скажем на 3 от пикового потока только у тебя вижу то мы получим ответ скажем там 30 км радио 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 если порежем 15 процентов пикового потока то будет 12 мы говорим теперь если данные такие то систематика такая остается но мы говорим уже о точностях порядка километра 12 или 13 выбирайте я не учусь ни за то ни за другое да я не знаю как выбирать какие данные правильные кусочки и поляра или 13 диаметная физика может быть скажет уже 12 или 13 заключение здесь такое что что я хотел вам сказать что рентгенские сплески описывают черным телом существуют сплески которые жестком состоянии здоровье которые описывают в теории хорошо всплески которые находятся в мягком состоянии при большом таблице описывается теории плохо их невозможно использовать для каких определений масс-радиус некоторые группы пытаются их использовать используются успешно получают результат 9 километров то что мы сейчас делали попытались на наборе данных определить радиус у нас получается может быть 13 километров радиус трона звезды это конечно с учетом уравнение состояния и с учетом того что мы выбирали уравнение станет только те которые не очень мягкие уравнение станет довольно жесткие ну ты последний что это сказать это вот систематические неопределенности которые до сих пор существуют мы не знаем точно как выбирать данные мы не знаем точно какую статистику использовать и на самом деле если при неопределенности химическом составе атмосфера братья нам гелии по дорогам или солнечное состояние о которой я вообще не рассказывал а также многие эти дроны звезды быстро вращаются и нам нужно разрабатывать новые модели которые учитывали бы этот уровень и все это каждый из этого эффекта для этого результат руку на течение не дам спасибо за внимание вопрос пожалуйста бюро неужели нет ни одного детская но у вас есть эти самые склески естественно шаровых скоплений шаровых скопления берем там тарзан 2 любимый да объект писали вы статьи в тарзан 2 берем там статьи 15 лет назад писали расстояние если возьмем такое получим 5,5, если другое 7,5. 5 лет назад выходит новая статья, там 7,5. Вот наши данные никак 7,5 не вяжут, у нас там уже 5,5 вопросов. То есть из-за неопределенности поглощения... Сейчас, сейчас. Я думаю, что если поставить задачу так серьезно, то сейчас вы не смогу ответить на этот вопрос очень хорошо. С Гаи на 9. А вы на что думаете о Гаи? Посмотрим, да. Я надеюсь, что в ближайшее будущее, по крайней мере, в ближайшее будущее расстояние будет более точно известное. Как-то обидно, что все-таки переходите. Не очень, потому что я как сказал, что когда мы вытаскиваем диетонскую температуру, мы ставим, что где-то на этой кривой, не очень важно, где мы находимся. Если 10% ошибка в расстоянии, все равно неопределенность становится большая. Нет, я просто к тому, что тогда это без всяких дополнительных данных. Да. Если мы знаем расстояние, то тогда меньше неопределенности, конечно. Еще вопросы, пожалуйста. А каким образом постоянное излучение вычиталось? Просто обычно же это такой вопрос довольно. Да, здесь, значит, излучение... То, что мы делали, мы всегда вычитаем из спектра то, что до был у него. Там уже 10 секунд до него. Мы проверяли то же самое, не вычитая его. Никак не влияя просто к тому, что мы имеем дело с яркими всплесками. И поэтому, если мы берем не только яркий всплеск, но еще и яркую часть его. Поэтому, если он там на динктоне или на 30% динктона, к тому же те всплески, которые мы говорим здоровыми, они происходят в жестком состоянии при малых темах акреции. Когда там пару процентов, один процент динктона. А наши всплески на пол-динктон. У нас все равно в фактор 50 еще между остается. Поэтому вычитание континуума этого до не так важно, к счастью. А можно... Да, последний раз вопрос. Не опасно ли это то, что вы делаете, что вы руками открываете какие-то? И вы же все-таки человек. А человек, он может подгонять, даже сам не думая о том, что он подгоняет. Может, вы руками выпросили все 8-тинометровы? Нет. Значит, здесь... Или такая, что... Естественно, здесь фактор человеческого отбора существует. У нас есть сейчас, в принципе, прямой подход можно сделать. Можно взять просто... Если мерить модель атмосфер изолированной нейтронной звезды без акреции, да, и взять просто профитировать все спектры, которые... Любой всплеск берет. То всплески, которые происходят в мягком состоянии, они, в принципе, теоретически, моделью не описываются. Потому что там нормализация черного тела не меняется. Это означает, что вторая поправка не меняется. Она должна меняться. Поэтому эти всплески, в принципе, нельзя писать. Введите любую статистику, хик квадрат или что-то, вам сразу покажет, что все эти всплески имеют громадных хик квадратных. В модели не описывается. А всплески, которые происходят в жестком состоянии, которые мы поправили, не будет хороший хик квадрат. Ну, поэтому по хик квадрат, например, можно вытащить те всплески, которые хорошие. Без участия человека. То есть это можно обойти, правда. Но это будет то же самое. Да, это будет то же самое. Наверное, теоретически вот такие вот, какие-то нехорошие. Давайте вам поблагодарим Юру. Следующий доклад. Александр Копекин. Проверка теоретических моделей сверхплотного вещества путем исследования нейтронной звезды в костиоте А. Мне дважды повезло, поскольку до меня выступал не только Дмитрий Георгиевич, но и Дмитрий Георгиевич. Потому что тоже мне, я бы сэкономил немножко левень на объяснениях некоторых. Ну, название здесь написано. На самом деле, в сборнике аннотации, там стоит одна моя фамилия, потому что мои просьбы включить всех соавторов были проигнорированы. Значит, вот здесь все соавторы. На самом деле, я здесь вовсе не основной соавтор. Практически вся работа сделана Гвином Хо из Саундкентрского университета. Моя там доля не очень велика. Значит, вот план доклада. Примерно половину я буду рассказывать просто про этот удивительный объект, который действительно на данный момент уникальный. А вторую половину я расскажу о той работе, которая сделана и которая, на самом деле, уже опубликована, но она опубликована не в астрономическом журнале, а в Physical Review, поэтому, может быть, не все на нее обратили внимание. Вот. Значит, про внутреннее строение и про неопределенности, связанные с внутренним строением, с процессами в нейтронной звезде, Дмитрий Георгиевич уже рассказывал. Я здесь на этом останавливаться не буду. Добавлю только что, вот чего не было показано, здесь существуют внешние оболочки, которые теплоизолируют, через которые важен техноперенос, и атмосферы, которые здесь в масштабе никак не показать, которые порядка одного сантиметра, там плюс-минус порядок, вот, в неоплицирующих нейтронных звездах, и которые, собственно, и формируют тепловой спектр. И с тепловым спектром связаны основные неопределенности в интерпретации тех объектов, от которых измеряется тепловое излучение. Вот этот рисунок уже, ну, аналогичный рисунок был показан Юрой и им объяснён. Значит, здесь только оси, наоборот, у меня нарисованы зависимость радиуса от массы. Теоретически, значит, заспехованные треугольники запрещены из первых три, там, просто условиями причинности в общей треотносительности. Кривые разные соответствуют разным теоретическим моделям, вот было сказано, сколько теоретиков, столько моделей. Все, которые отмечены цифрами, описанные у нас в монографии с Талом Кенселем, а вот одна, которая не цифрой АБСК-21 нарисована, вот эта красная, я прошу ещё одну, вторую красную, которая цифрой К-1, это АБР. Это Ахмар, Кандерипан, Доревенхол. И вот эти два, эти два уровня состояния будут играть особую роль в моем дальнейшем изложении. Ну, вот вертикальные полоски, это соответствует нейтронным звездам с хорошо измеренными массами, из-за рентимических эффектов в основном они хорошо измеряются в двойных системах, когда нейтронная звезда плюс нейтронная звезда, либо нейтронная звезда плюс белый камень. Вот, хороших измерений радиусов нет, они очень важные, как уже вот Юра нам продемонстрировал. Кроме того, разные теоретические модели соответствуют разным кривым остываниям. Это нам демонстрировал Дмитрий Георгиевич в позапрошлом докладе. Тоже немножко небольшое дополнение. Ну, вот здесь красные – это те, где дурки запрещены, синие – это те, где дурки разрешены. На самом деле, даже если взять при прочих равных, еще эти кривые зависят от того, какую модель оболочки мы возьмем, из чего она сделана. Если она сделана из легких элементов, она более прозрачна для тепла, соответственно, звезда кажется более горячей на ранних стадиях, когда нейтринное остывание, более холодной на поздних стадиях. Если из тяжелых элементов, то наоборот. Вот. Теперь я перехожу, собственно, к тому объекту, которому посвящен доклад. Это центральный компактный объект в основе сверхновой Кассиопея-А. Сам этот остаток был открыт в радио шахтерометрических наблюдениях в 1948 году. Райлов и Грэмслим. В 1995 году было оценено расстояние до этого остатка. Оно составляет 3,4 парсека. Килопарсека, конечно, здесь не опечатка, да. Килопарсек, значит, нужно кейли добавить. Конечно. Вот. Возможно, что это, значит, из скорочевшего расширения... Да, если бы был парсек, тогда бы еще проблем не возникло. Вот. Из скорости расширения по остатку выведены вот такие ограничения. 1181 плюс-минус 19 вспыхнула эта сверхновая, которая произвела на свет этот остаток. Возможно, что он... Что это сверхновая... И, собственно, в исторических хрониках не нашли видичного описания, что была эта сверхновая. Но, возможно, Джон Крэпсидт, королевский астроном, описал... Занес эту звезду шестой величины в свой каталог. Вот есть такое предположение, хотя оно тоже оспаривается. Дальше, когда... Стало наблюдать Чандра этот объект, этот остаток, то сразу обнаружило компактный объект в его центре. И... Ну вот здесь... В последствии уже проанализировав архивные данные рассадки Эйнштейна, оказалось, что его наблюдали не раньше рассадки Эйнштейна. Померили спектр... Большое время наблюдения на Чандре, значит, на инструменте Эйнштейна. Померили спектр... Ну, естественно, первые попытки — это стандартные модели подгонять. Чёрным телом и нанородной атмосфере. Чёрным телом получается радиус порядка одного километра, нанородной атмосфере порядка пять километров. Это могло бы выйти, если у нас светит горячее пятно, но от звезды нет никаких пульсаций, как мы сказали, специально не прошли, никакой там пульсации туманности вокруг, в общем, никаких признаков того, почему бы там могло быть горячее пятно малого размера. И вот тут наступило озарение. Мин Хо и Грек Хайки проанализировали эффектирование этих спектров, измеренных разными моделями атмосферства, я предполагаю, разный химический состав атмосферы. И вот это рисунок из их статьи в Nature. Разные модели атмосферы дают разные, соответственно, результаты. И наилучшее соответствие с теоретическими ожиданиями радиус поля по 11 километров. Хотя ошибки большие. И наилучший Хи квадрат дала углеродная атмосфера. То есть это нейтронная сутра с углеродной атмосферой. Это первый объект до этого предполагали либо хрестную, либо водородную, либо в крайнем случае гель. Второй аналогичный объект был открыт Клочковым с авторами. В частности, вот Валер Суллиманов здесь сидит тоже второй открыватель в связи с углеродной атмосферой. И совсем недавно группой Шибанова открыт третий аналогичный объект. Вот стендовый доклад Петра Сергеевича Шталина висит внизу. Вы можете во время товарищеского ужина посмотреть. Дальше возникла идея, естественно, промоделировать этот центральный компактный объект разными теоретическими моделями. Вот это ссылка на статью, я говорил, с авторами. Ну, там тоже группа Хоя и там... Вот. Моделировать разные кремные отставания, по-разному ложатся на разные другие объекты, которые просто показаны. Красным показан этот объект замечательный. Сейчас будет ясно, почему именно он замечательный. Чем, собственно, он так отличается от остальных? Отличается он вот с чем. Так как только мы успели опубликовать эту статью, пришла новая листья. Что оказывается, если разложить наблюдения, сделанные Чандре в разные годы, эту температуру от времени отложить, то мы видим, как она остывает в реальном масштабе времени. И это ни в какие вот те модели предыдущие не укладывалось. И возникла идея, что именно в этот момент происходит излучение за счет куперовских пар, о котором тоже говорил Матрий Георгиевич. То есть вот этот резкий скачок, резкое уменьшение светилости за счет усиленного излучения куперовских пар. А куперовские пары излучаются, когда у нас температура опускается ниже критической температуры появления сверхтекущей системы углонов. Соответственно, мы наблюдаем звезду, которая переходит на наших глазах в сверхтекущее состояние внутри. И, значит, были разные попытки тоже это подогнать разными теоретическими моделями. Первые две работы, одновременно вышедшие Штернин и Пашес с авторами в 2011 году, подходы прямо противоположные. Значит, Штернин с авторами брали массовый радиус, который получается из наблюдений, и подгоняли внутренние модели, придумали специальную сверхтекущесть, как она должна себя вести, чтобы подогнать вот это кривое остывание к тому, что мы видим. А Паш наоборот. Взяли звезду от балды какой-то, уравнения состояния никак не связаны с наблюдениями, и гоняли, значит, имеющиеся уже теоретические модели внутреннего строения. Кроме того, другие люди тоже этим занимались. Блажка Григоряна Воскресенский, Лейнсон. Они вот особенно учитывали влияние многочастичных эффектов в среде на эти процессы. О них, наверное, Петр Сергеевич будет рассказывать в следующем докладе. Кроме того, существуют альтернативные объяснения. Например, рассмотрелась гибридная звезда с кварковым гидромом. То есть внутри то, о чем Сергей Иванович говорил в позапрошлом обсуждении. Там может быть кварковое вещество внутри. И происходит фазовый переход в сверхтекущее кварковое состояние. Тоже там с соответствующей скачком температуры и тепловой релаксацией. Кроме того, там R-моды из-за дифференциального вращения, которые прекратились, тепловая релаксация. Такое предложение. Тепловая релаксация по окончании распада мелко-наставного оборудового поля. Включение прямых ВК процессов при замердлении вращения. Значит, вот эти все от второй до пятой допускают дополнительную степень свободы в подгонке. А именно то время, когда у нас кончились вот эти дополнительные процессы. То есть начальные условия, начальная скорость вращения. Первый сценарий ничего такого не предполагает. То есть просто у нас включается, то есть переходит в сверхтекущее состояние, включается сверхтекущество. И уперовское испарение. Уперовские пары изучаются. Вот. Прямые наблюдения, значит, продолжались. Вот продолженный ряд наблюдений. Здесь, значит, тоже Дмитрий Георгиевич один из авторов. И эти же термы, по-моему, тоже. Вот. На разных инструментах чадровских они проверяли. Все инструменты дают охлаждение в реальном масштабе времени, но с разной, в общем, по разной точке ложатся. Несмотря на это, существует и альтернативная интерпретация тех же самых наблюдений. Вот, опять-таки, Валера Сулейбазов. А? Других будет людей, Саша. Ну, других. Хорошо. Вот, Валера управляем. Значит, но есть, значит, интерпретация, что это просто эффект, как бы, наблюдательный, из-за диффициального увеличения чувствительности инструментов. Или, может быть, вариация колонковой концентрации материала на овощи зрения. То есть, все это, на самом деле, на сегодняшний момент не исключенные теоретические возможности. Вот. А я хочу рассказать о результатах, которые получены вот в этой работе, опубликованные уже в этом году. Это, как я уже сказал, основной автор тут легко. Значит, в чем идея? Идея в том, чтобы объединить, как бы, подходы, или синтезировать подходы Штерна и Нейпажа, и одновременно подгонять и спектры, и модели, как видите, кривое остывание. Ну, они связаны между собой через уравнение состояния. Значит, чтобы сделать это, мы должны выбрать какое-то уравнение состояния. Ну, вот здесь выбранное значение. И какие-то модели сверхтекучести тоже, они дают разную зависимость критических температур сверхтекучести от... Ну, вот здесь по оси абсцисс — это импульс ферми барионов. Ну, он прямо пропорциональный, там, плотности в степени 1,3. Вот. Разные теоретические модели закладываются для сверхтекучести. Значит, это сверхтекучесть нейтронная, триплетная, нейтронная-симплетная в коре, протонная-симплетная в ядре и нейтронная-триплетная в ядре звезды. И были выбраны три модели уравнение состояния. Значит, вот Юра сказал, что уравнение состояния Латимера идут в теоретической физике. Действительно, в некотором смысле можно так сказать. Но это достаточно очень условная параметризация. Очень простая параметризация. Она работает, на самом деле, это разложение для Тейлора некой в окрестности точки устойчивости этой материи. А вещество нейтронной звезды, оно очень не симметричное. Нейтронов намного больше, чем протонов. И поэтому такие параметризации к ним, вот, они... То есть, существует гораздо более серьезное уравнение состояния. И наибольшим доверием на сегодняшний момент, начиная с 98-го года, когда оно было опубликовано, вот это АПР, о котором я уже говорил, уравнение Акмальден-Дерри-Панда Ревитхолм. Значит, его недостаток в том, что оно разработано только для ядра. А что делается в корне, значит, на другие пришивать к нему. А вот эти два, они херраны, вот, БСК 20 и 21, это уравнение состояния брюссельской группы. Там ядерная физика несколько более простая, хотя более сложная, чем у Латимера, но более простая, чем у Акмальден-Дерри-Панда. Вот. Ну, они тоже получены из ядерной физики при разных, там, тераметризациях. О них я рассказывал буквально два года назад здесь. Вот. Вот они в зависимости массы радиуса здесь для этих трех уравнений нанесены. Квадратики красные соответствуют тем точкам, которые согласуются с наблюдениями нашего остатка, мы будем называть его нейтронной звездой, ФСРА. Это просто картинка для того, чтобы продемонстрировать, что если мы будем брать разные сверхтекучести нейтронов в коре, нейтронов в ядре и протонов в ядре, то мы получим разные кривые остывания. И далеко не все из них, даже, скорее, меньшинство явное, можем согласовать как-то с теми точками, которые берутся из наблюдений. И вот конечный результат. Выбрано было наилучшее, в случае, когда такое согласие наилучшее. Мы видим здесь х квадрат хороший. Что особенно меня порадовало, что это осуществилось для равнений состояния ПСК-21, которую я здесь защищал два года назад как раз. Вот. Определенные там модели сверхтекучести этих трех. Ну, вот это, как бы, конечный результат, но это, собственно, не вывод относительно этой нейтронной звезды конкретной. Потому что существуют большие неопределенности. Во-первых, существуют альтернативные, просто, да, альтернативные объяснения тех же самых наблюдений, как я сказал. Ну, не других объяснений, конечно, в голове. Не наблюдений. Да. Нет, ну, Сидракьян... Други не другие, Саша. Нет, ну, Сидракьян, вот, с вашим переходом, он именно те же самые. То есть разные. Разные внутренние возможности. Вот. Кроме того, здесь, вот, недостаток всего этого подхода... Я перехожу к последнему слайду. Здесь недостаток, это как раз написано. Значит, у вас здесь выводы мои. Выводы, что впервые самосогласованно проведены подгонки всех спектров с использованием одного и того же уровня состояния, как при фитировании спектра, так и при фитировании остывания, грубо говоря. Вот. Вот. Но... Вот здесь наилучший подгонк о ней я уже сказал. Значит, конкретные детали могут отличаться, но качественные свойства, мы считаем, что достаточно устойчивы. То есть, должна быть, для того чтобы такое объяснение выжило, должна быть умеренно сильная триплетная нейтронная сверхтекучесть в ядре и сильная протонная сверхтекучесть. Значит, сильная — это значит высокие критические температуры. Вот. Масс-радиус получены наилучшие из этих подгонок такие. А вот недостаток, что использованные модели сверхтекучести и уровня состояния друг от друга не зависят. И тут требуется... Ну, что было известно из литературы, то мы использовали. То есть, тут еще требуется усилие теоретиков, в частности, специалистов в ядерной физике, чтобы предоставить нам те самосогласованные уровня состояния и модели сверхтекучести, чтобы они из одной и той же модели и то и другое получались, и тогда можно было бы сказать, что действительно подгонка самосогласована полностью. Вот. Ну и для альтернативных интерпретаций, для гибридных звезд и так далее, а желательно антологичные самосогласованные исследования. Спасибо за внимание. Вопрос, пожалуйста. Появление сверхтекучести, а мы можем снять поражение? Нет. Наоборот, появление сверхтекучести... Вот Дмитрий Петрович показывал этот рисунок, где в районе поверхности фермы появляется гэп, появляется тот сверхтекучий созор. Исказает спектр. А поверхность фермы как была, так и остается. Похлопаем, да. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Следующий доклад Пётр Штернин. Модифицированные губки процессы в ядрах и узборных звезд. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, я хочу сказать, когда презентация загружается, что название гораздо шире получилось у меня, то, о чем я буду рассказывать, я буду... Но я просто не придумал хорошего названия короткого, чтобы тот относительно простой эффект, о котором я буду говорить, мне кажется, про него рассказать. Мне, значит, в отличие от Александра Юрьевича, повезло уже эти втрайние. И, значит, мне, в общем-то, совсем никакого введения не надо делать уже, по всей видимости. Вот, записано в план доклада, введения не будет. Вот, практически. Значит, дальше я буду показывать какие-то формулы. Вот, но стараюсь, чтобы больше сильно не фокусировать. Вот, как считается ратифицированный рука процесс вообще в ядрах и нейтронных звезд, как влияет то, что, значит, в бета равновесие находится в вещество нейтронных звезд. Дальше скажу, как мы учитывали многочастичный эффект в формулызме проктора, как рефор, и как, значит, в итоге изменяется, как называется, стандартное расставание нейтронных звезд. И что-то вот я все пропускаю. Здесь, вот, кстати, правда, отмечу, что показано, значит, кривая оставить, что называется, стандартное расставание, но в разных источниках. Действительно, значит, здесь большая теоретическая, ой, экспериментальная неопределенность, как был вопрос в докладе Дмитрия Георгиевича. Вот, это я все пропускаю. И, значит, что будет рассматриваться в докладе, будет рассматриваться чисто, значит, никакой сверстекучести не будет, будет рассматриваться чисто, значит, не сверстекущее существо, только нуклоны, нейтронный протон, электронные ионы, будет предполагаться, значит, в это равновесие, и более того, значит, будет предполагаться, что прямых рукопроцессов нет, что протонов, там, электонов, там, электронных ионных недостаточно, чтобы пошел порог и тогда модифицированного процесса основной источник нейтринной светимости соответственно есть две версии что летит процессов когда нейтрон рассеивается либо на нейтроне либо на протоне вот ну вот тут до формулы значит в этом процессе участвовать 5 фермионов 3 нейтрона протон и рептон которые лежат на первой поверхности соответственно когда вы вычисляете скорость это реакции вам нужно ну вы можете все эти частицы из-за сильного рождения на поверхности соответственно обычный элемент процесса интегрируется просто по фазовым объемом который который могут эти постоянные 4 импульса находиться и можно выключить из золотого правила фермия в ответ войдет температура восьмой степени показывал эффективной массы частиц это современный матричный элемент взаимодействия и если в размерных величинах написать то можно получить такую формулу числовый коэффициент 821 эффективной массы это зависит от плотности и значит вот обезразмерили этот вот матричный элемент который классическая работа основная такой кругольный камень в работах либо на 1989 года где в общем-то рассмотрена для пионный обмен взаимодействия нейтронов для взаимодействия наклонов мы учтены некоторым образом эффекты средствами введения параметра флагдаун но значит общего что вот здесь константа на порядка единицы слабо меняется а на самом деле на внешнем особо насильно меняется потому что значит ну вот 12 температура поверхности корень например 12 степени из этого нейтринного излучения залить себя ведет поэтому даже можно считать на самом деле не очень прям как уж точно вот теперь значит естественно у нас никакой не однопионный обмен в внедрении тройной звезды у нас там сильно не идеальная самая ядерная жидкость и многими авторами рассматриваются эффекты среды которые там должны возникать ну во-первых меняется эффективная масса частиц во вторых значит собственно взаимодействие меняется нужно брать матрицу в рассеянной среде вот еще значит могут появляться дополнительные процессы здесь которые не которых я турнику нам обмене это модель развивается в школе мигдала вот работами там воскресенского и других называется медиум модифайт урка вот значит и у них такой есть было что если у нас среди не мягкие пионы то есть значит это близко связано с возможности чемпионы конденсации тогда вот такой процесс доминирует но наличие для мягкой моды это вопрос модельный и я про это вообще говорить не буду я буду говорить про самый простой тем не менее задачи про первые обычные процессы где излучение как бы в языке диаграмма происходит из внешних линий излучения вот и буду говорить как на эти процессы влияет эффекты среды и покажу что значит тем не менее неправильно считать что значит эти процессы среду не модифицируется слабо сейчас мы рассмотрим этот процесс здесь нужно выделить две такие вот диаграммы которые с излучением до просе или после происходит но вот этой диаграммы нету потому что если мы посмотрим вот на эту линию здесь стал при россии за счет принципа пауле у нас не трон должен оказаться на отвергой поверхности мы договорились что прямой процесс запрещен когда вы соотношение треугольника не может расстаться здесь протон поэтому это же первое отличие от результатов римана и макселла вот а теперь если мы посмотрим на эту диаграмму то здесь ситуация такая же здесь тоже вот у нас есть когда мы считаем матричный элемент процесса нас есть собственно матричный элемент связанных с растениями со слабым распадом еще есть пропагатор самый в этой линии импульс здесь есть импульс нейтрона минус импульс лептонный парень импульсом нейтрона всегда пренебрегает вот а энергия здесь эта энергия соответственно нейтрон минус энергия лептона и вот тут значит если мы посмотрим на то что у нас вещество находится в равновесии то это и нейтрон и лептон находится на первой поверхности и разность их энергия равна энергия протона ферме энергии протона и тогда получается что вот в этой линии у нас пропагатор вылезет таким образом это единица на значит термия энергии протона минус энергии протона не трена которая очень мало соответственно если мы можем приближаясь пару прямого рока процесса то тогда это ты бы сможет стать очень близко а при приближении к порогу на здесь это моду должна обязательно смягчаться здесь пропагатор дает но он значит вот единицу на ноль говоря обычно во всех работах начинается ремонт этого максвелла здесь по не очень понятным причинам стоит потенциал ферме энергия лептоний например электрон эти оценивать чему это приводит здесь вот в самом простом случае взятый параболический спектр козе части просто квадрат на двое когда пропагатор имеет вот такой венос квадрат ферме плюс минус квадрат момента в этой линии вот понятное дело а значит раньше всегда брали потенциал ну ферме энергию электронный лептон и лимон вот если мы возьмем отношения цех факторов поскольку это амплитуда надо взять в квадрате то есть сюда при приближении вот этого импульса к ферме импульсу протона эта штука может стать очень сильно больше единиц вот это значит некоторых частей фазово пространства когда это может стать близки единственно приближаемся к порогу прямого рука процесса и когда это более менее рассеянно то есть импульса нейтрона вычесть импульс протона вот теперь если мы пренебрежем пренебрежем угловой зависимости пока значит ядерного взаимодействия и посмотрим на проинтегрировать по фазу процессу где-то здесь это будет усиливать где-то не будут усиливать и прикинем значит как реально это может какой может дать вклад вот это оказывается очень простая формула здесь какой-то значит множитель интегрирование вот этому модуле 2 высока оказывается аналитический результат нарисуем для некоторого уравнения состояния вот этот фактор в котором или не привели пока значит я не заводится то есть этот фактор что описывал он описывает как приблизительно должны измениться стандартные расчеты если учесть что что пропаган пропаганда лишь продала смещает смягчается вот здесь понятное дело если симптотика ну не сидится на квадрат с единится на к симптотик этот фактор он пропорционально при приближении процесса стройки импульсов ферме импульсом здесь ферме синтрон и минус протон и минус вектор а здесь вот этот фактор нарисован для микронницы по которым я скажу позже здесь видно действительно что приближение здесь парку прямого процесса электронов это на мой петель обратных ферме минус 3 видно что здесь и не имеется вот это вот усиление электронов это вот для нейтронной ветви протонной вот ну и вообще во всем ядре звезды видно что в несколько раз или там даже в 10 раз для протонной ветви вот мы можем ожидать что у нас получится скорость реакции вот ну в 10 раз больше к процессу во много раз больше чем стандартных расчетов вот но и при этом еще естественно помимо эффекта пропагатора этого мы вместо обмена вместо брали подробно останавливаться брали в качестве взаимодействия уже матрицу которая получалась при решении уравнения растений в среде значит с учетом самосогласованного глистичного потенциала с учетом принципов по улевым это представлено стандартных методов вот она во первых позволяет получить сравнение состояния также в качестве нашего взаимодействия частиц берем вот эту самую же матрицу тут учтены эффективно трёхноклодные силы эта модель она удовлетворяет в таком подходе она удовлетворяет ограничение физики более того если построить состояние с такой модель оказывается что две массы солнца не кто же получается вот значит короткий слайд про эффективные массы за этих расчетов они получаются не сильно зависящими от плотности и порядка вот можно брать постоянно эффективную массу зависимости от концентрации вот его значит какие получаются результаты когда мы совместно учитывают то что у нас должно быть усиление при изучении при изучении назад этого самого лептона лептонной пары и учитываем еще что главную структуру зависимости от импульсов взаимодействия же матрицы вот вот здесь вот линии вот эти опять формула значит в абсолютных единицах и вот этот коэффициент альфа нарисован вот это результаты классический флибан-максвелл порядка 3 единицы здесь если мы берем старый пропагатор а вот мы видим существенное усиление а вот вместе с учетом правильного пропагатора вот мы видим существенное усиление и более того вот здесь тонкими линиями написано что мы просто умножим вот эти вот линии пропагатора наведенный фактор который является универсальна зависит только соответственно от концентратор до долей долей вещества эффективной массы то есть его можно считать до любого равния состояния даже если вы и значит не знаете какое-то взаимодействие заложено или даже со мной не получается из ядерной физики вот но приближенным можно считать инфицированную к процессу это значит обычно этот коэффициент и считать его вот порядка независимой плотности порядка единицы 1 2 помножить этот фактор который сильно зависит от плотности и существенно усиливает скорость инфицированных к процессу по сравнению с обычными расчетами и кроме того этот фактор ну то есть вот этот вот эффект он зависит только от того что то значит когда только ушли в это равновесие вот мы естественно посмотреть на то как меняется вспыхать когда мы поменяли основной скорость метринозлучения в основном процессе генерации метрина выяснили в основании вот здесь вот значит для того уровня не состояние которое самосогласовано с расчетом метринного излучения вот это у нас есть масса радиус для черной точки показан порог включения прямого процесса который в этой модели оказывается довольно рано и оказывается он значит примерно 1 3 массы солнца если посчитать модели вот 1 до 1 3 масса составляли все одинаковые ученые все ставят одинаково теперь если мы возьмем посчитаем скорую мощность модифицированность да здесь стандартное остывание имеется ввиду что модифицированного процесса тормозного излучения вот сверти кучести никакой нет теперь если мы берем и считаем эти же эти же все модели но с учетом показанного ранее эффекта усиления мощности мастерного к процесса то мы получаем что эти все кривая быстрее эти звезды и уже проходит более менее как не смешно через вот этот массив точек наблюдателей кроме того они еще расползаются естественно потому что наставляется сильная зависимость от плотности связаны тем что чем ближе к прямому рукопроцессу тем у нас больше раз сильнее мощность вот это конечно не такое размытие как хотелось бы иметь что будет вот здесь не показал вот но что есть то есть а еще здесь показано еще два уровня состояния это но не совсем тот который александр юрьевич это некоторые вариации его тему здесь не играет ролик вот так выглядит и здесь а приморка процесс включаться при 1 и 8 а вот это не состояние заработает душа на канцелл 2001 года которые там вообще не прямого процесса хотя вот эта линия на фиолетовая похоже на вот это вот уравнение состояния и прямого процесса вот эти оставание можно посчитать приближение которое как я говорил получается хорошим это ошибку тому 20 процентов наших расчетов значит и можно для оставались не было пользоваться потому что там остальные синие приноси гораздо больше и вот видно что для этого у которого приморка процесс открывается позже для него эффект больше то есть это размытие сильнее и там пониже эти кривые идут а вот для этого уравнения где мы дальше находимся в порогу приморка процесса в курсе медре звезды там нас естественно этот эффект уж но пропорционально как мы хотим показать расстройки фирме плюсу частиц здесь у нас не такое сильное размытие есть мы все такие что мощность если мы посмотрим на когда будем вычислять может быть все равно какая процесса на то что вещество находится это равновесие самого начала это учтем то оказывается что по сравнению со стандартными расчетами мощность этих процессов должна быть в по много раз несколько раз сильнее а при приближении порога включения процесса вам много раз сильнее то есть это вывод как кажется является универсальным я приводит к тому что так называемое стандартное скрывание она размывается и во-первых сильнее и во-вторых она смене универсальным это не одна линия практически независимая от масса конечно все сложнее сверстя куча здесь не учитывается фирме жидкостные разнообразные эффекты не буду вот анализ совместно вместе с процессами про которые пишут работы воскресенский с коллегами давид блажки значит это тоже надо наверное делать совместно в общем этом ничего нет это дело будущего все вопрос пожалуйста меня очень может сложно это рассматривать как предет терминологическое такое замечание понимаете александрич если я начну здесь приводить вот эту формулу которая приводится статья что это причина или как причина параметризации уровне состояния выбраны сделаны газельбергом и херсетт енсеном и которые называют работе высоко тысячи четвертого года работа в я ради то у меня так ладно не хватит поэтому я скажу то вариация это совершенно не важно у меня еще есть общий комментарий что следующее интересное статистическое измерение уровня станет возможно мы измерим момент инерции одной из звезд в двойном кульсаре это возможно будет сейчас мы уже знаем массы до одной из гитаринских сто тысячных масс солнца и в ближайшие несколько лет ожидается что будет второй плоскиплеерский параметр и момент инерции будет очень интересно следующий доклад 3 грузинов левома единственности для пульсаров теорема единственности для пульсаров это 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 в в в в Ну, узнать, хороша ли задача, можно, конечно, только одним способом, решив ее. Как мне кажется, задача о магнитосфере и гамма-излучении пульсара решена уже два года. Ответ здесь оказался таким. Нужно взять магнитную поверхность, такую, которая доходит почти до светового цилиндра, а потом нужно взять конус с углом раскрытия порядка единицы. И тогда то, что лежит внутри этого конуса, либо внутри этой магнитной поверхности, это будет бесцеловая зона, в которой энергия течет только лишь в виде вектора пойнтинга, а частицы никакой энергии не несут. Когда энергия попадает из бесцеловой зоны в радиационную зону, эти потоки пойнтинга сталкиваются и аннигилируют в излучении кривизны. То есть гамма-излучение пульсара – это излучение кривизны, приходящее из района светового цилиндра. Интересно, что Москаленко, когда рассказывал про источник гамма-лучей в ферме, не упомянул излучение кривизны, как один из процессов образования гамма-лучей, а вот он есть. Ну так вот, задача была решена, и оказалась она, конечно, редкой красоты жемчужиной в грязной куче астрофизических задач. Таких чистых задач в астрофизике очень мало. И вот из-за того, что она так хороша, я решил, что хотя она решена, следует воспользоваться, как это, салагдинским правилом последних вершков и стремиться не к скорейшему завершению работы, а к совершенству. Вторая причина, про которую я продолжил этим заниматься, в том, что это давление коллег, потому что... Как сказать? Коллег, да. Даже я сказал друзей. Белобородов с компанией и Спитковский с компанией, которые своими способами считают пульса и не соглашаются с моими ответами. И пытаясь отчасти понять, что у них получилось, я вернулся к этой задаче. Сама теорема единственности говорит, что магнитосфера и камноизлучение слабого пульса зависит только от спина, диполя и угла между ними. Слабый пульсар, по определению, это такой пульсар, у которого в районе светового цилиндра не происходят никакие электромагнитные каскады, не происходит pair creation. И я бы смело говорить на языке героев Доблатова, если мама сказала no, значит no. Поэтому это нормально. Значит, не происходит никакого pair creation в районе светового цилиндра, а здесь частицы только летят под действием электромагнитного поля. Ну и второе, мы считали только молодые пульсары. Они достаточно медленные, так что у них световой цилиндр удален на порядочное расстояние от звезды, и поэтому там от всяких квадрополий и октуполий, которые наверняка есть вблизи поверхности нейтронной звезды, остается только диполь, именно поэтому список параметров такой короткий. Вот Максиму не понравилась теорема, он ее даже переименовал. Ну действительно, в стратегии, конечно, теоремы мы никаких обычно не доказываем, но в данном случае, по-видимому, тут я, честно сказать, не знаю, конечно, до конца ответа, но очень похоже, что все так и есть. Да, есть такая теорема, существует единственная магнитосфера, единственное излучение, и оно реализуется в слабых пульсарах. Но может оказаться, что ответ и не совсем такой. Может оказаться, что к тем параметрам, что я перечислил, нужно будет еще добавить температуру и радиус нейтронной звезды, так что в будущем радиус нейтронной звезды можно будет мерить с помощью фитирования гамма-излучения. Вот, нужно добавить еще эти два параметра, и тот факт, что у меня и так все получалось без этих двух параметров, может быть, объясняется тем, что вот эти слабые пульсары, о которых я говорил, которые не дискодируют в районе светового цилиндра, они все имеют примерно одинаковую температуру, нейтронные звезды в этих старых слабых пульсарах, а уж радиусы у них точно все примерно одинаковые. То есть в этом смысле все равно можно сказать, что теорема верна, но просто причины, по которым эта единственная магнитосфера возникает, может быть, я неправильно указываю. Но третий вариант ответа, что нет, это вообще все полная ерунда и феноменологические успехи, о которых я немножко скажу, этой модели это полная случайность, магнитосфера совсем не такая, а просто, ну, черт его знает, совпало бывает. Теперь несколько слов о том, как вообще решали пульсар. Дело в том, что эта задача была красивой и до того, как мы ее решили. Уж больно. С самого начала было подозрение, что все это не так уж сложно. Например, вообще начали с чего? Сказали, что это просто магнит, вращающийся в вакууме. И ответ уже почти правильный получается с точки зрения спиндаун-гуминосити. Но efficiency получается равной нулю. Efficiency это здесь мощность излучения в гамма-лучах, деленная на спиндаун-гуминосити. Efficiency получается равной нулю. Но потом написали получше закон ОМА. Этот закон ОМА выглядит страшно, но на самом деле это очень красивый закон ОМА. Это единственный идеальный лоренцковариантный закон ОМА, который пишется только в терминах и электромагнитных полях. То есть в этом смысле все это очень красиво. И вот тут формула Толика Спиндховского, отвечающая этому, но уже, видите, изменилась. Это, конечно, уже не спиндаун-гуминосити магнитов в вакууме. Это пульсарная спиндаун-гуминосити. Но он по-прежнему не светит. И там были некоторые внутренние теоретические проблемы. Потом, а потом уже ясно, что пульсары светят. А в эпоху Ферби мы знаем точно, что они светят с медианной эфишности 15%. То есть в этом смысле посчитать магнитосферу, не посчитав гамма-излучение, просто невозможно. И поэтому люди, в том числе вот Максим, писали, начали писать неидеальные законы Ома. Но вот здесь написан опять-таки единственный неидеальный закон Ома, который по-прежнему лоренцко-вариантный и диссипативный. Для него начали считать, немножко изменилась спиндаун-гуминосити, но по-прежнему все хорошо. Но главное, появилась efficiency. Причем efficiency здесь она указана для аксессимметричного случая, а для наклонных случаев она уже стала совпадать с ферби и здесь она была в районе 10%. То есть уже стало лучше. И опять я подчеркиваю, этот закон Ома очень красивый. Попробуйте в виде упражнения написать диссипативный лоренцко-вариантный закон Ома только в терминах электромагнитных полей. Ответ единственный и это единственное ответ приводит к феноменологически приятным результатам. Ну и от этой модели, несмотря на всю ее внутреннюю красоту, тоже пришлось отказаться. Потому что здесь все энерговыделение происходило только на экваторе и можно показать, что при этом на экваторе частицы летели по прямой. А летя по прямой, частица не светит излучением кривизны. То есть они дают правильную efficiency, но еще не дают хороший спектр. Это уже шочетка эта смесь. не дают хороший спектр. Дальше уже, это уж вообще, нет слов. Тут я могу сказать, что нет слов, потому что это, оказывается, не я придумал, а группу немецких товарищей. Здесь написано выражение для скорости частицы только в терминах электромагнитных полей, так называемая аристотелевая электродинамика. Расчеты с помощью этой аристотелевой электродинамики опять такая идет потихонечку революция. Теперь уже очень похоже на то, что было раньше, но только теперь уже появляется не только правильный efficiency, но и появляется хороший спектр, хорошие световые кривые для слабых только пульсаров. Ну а в будущем, и это вот как раз, что делают группы Спитфостерова и Белобородова, и, мне кажется, и какие-то другие группы, в будущем мы вообще все будем знать про пульсар, но только с одной оговоркой все будем знать не мы, а компьютер, а мы можем уже сегодня примерно понимать, что там происходит. Ну, теперь смотрите, я вот скажу, что для меня это важный критерий, что это была красивая теория, но и до нее теории были красивые, а мы от них отказывались, и какое-то время меня это очень беспокоило, что, ну да, все очень здорово, а бац, не работает, опять здорово, опять не работает, но потом я увидел вот такую вот молитву теоретика в журнале Physics Today, она стоит того, чтобы ее прочитать, я вам потом спишу слова, значит, вот смотрите, что он здесь пишет, теоретики должны понимать, что крайне маловероятно, что они напишут полезную теорию, только потому, что у них возникла яркая идея, вот смотрите, как хорошо, отдаленно связанная с тем, что они воображают, является фактами, еще более невероятно, что они напишут хорошую теорию с первой попытки, они должны писать теорию за теорией, прям как я, и сам процесс отказа от теории дает им некоторую степень критической отстраненности, которая почти обязательна, то есть в этом смысле то, что мы уже несколько раз были уверены, что, например, формула Толика Спитковска, очень хороша, то, что мы были уверены, что мы решили задачу, а от нее отказывались, это нормально, настоящие задачи только так и решаются. Ну а теперь, что я, собственно, здесь могу хорошего вам сказать, ну, напомню вам про эту Аристотелевую электродинамику, сама по себе вещь очень неплохая, оказывается, частица с нулевой массой и ненулевым зарядом может быть описана с помощью закона Аристотеля, который гласит, что скорость определяется силой, не ускорение, а скорость. Для того, чтобы эта формула, что скорость определяется силой, работала, число Аристотеля Пульцара должно быть большим, и оно действительно большое для всех фербиевских Пульцаров. Зная, если мы работаем с большими числами Аристотеля, то для данных электрического и магнитного поля мы можем посчитать терминальный Лоренцфактор и, следовательно, посчитать излучение Кривизии. Ну, что получилось, я уже немножко сказал. Важно, что, например, давайте посмотрим на экватор вне светового цилиндра. На экваторе вне светового цилиндра электрическое поле направлено по радиусу, а магнитное поле смотрит в доску. При этом магнитное поле меньше электрического. Частица, допустим, мы начинаем с нулевой скорости, она полетит сперва по радиусу, она будет отклоняться магнитным полем. Можно посчитать, с каким Лоренцфактором она полетит и какое излучение Кривизии будет давать, и все чудесненько получается. Что чудесненько получается? Получается правильный спектр с правильным фотонным индексом и с правильной кат-офф-энергии, которая дается формулой, которая из численных расчетов получается. здесь альфа – это постоянные тонкие структуры, так что все вот это, это 137 мэф на число Аристотеля пульсаров в степени 3,8, для слабых пульсаров прекрасно работает. Дает, как я уже сказал, хорошую эфишенси, ровно совпадающую, ну, ровно здесь, помо, с фактором двойка, совпадающую с медианной величиной ферми, дает хорошие световые кривые, настолько хорошие, что для некоторых слабых пульсаров, фитируя световые кривые, мы определяли расстояние и моменты инерции пульсаров, но в духе критический critical detachment, давайте все-таки понимательнее посмотрим на данные. Вот здесь нарисован световой индекс как функция логарифма числа Аристотеля. У нас световой индекс примерно единица. Значит, здесь единица видна. Более того, если вы возьмете не 10% пульсаров с самыми низкими числами Аристотеля, у них этот индекс один и один, а у нас он один. А у верхних этот индекс будет совсем другой. То есть при доброжелательном отношении можно считать, что вот это слабые пульсары, а по мере роста числа Аристотеля они перестают быть слабыми. Посмотрим на cut of energy. Здесь нарисовано cut of energy. Что-то... А вот это можно? Здесь нарисовано cut of energy. Поделенное на теоретическое cut of energy. То есть это должно быть единичкой. И действительно при доброжелательном отношении видно, что для пульсаров с самым маленьким числом Аристотеля это хорошо, а потом пульсары перестают удовлетворять этому соотношению. Но моя интерпретация состоит в том, что просто там эти каскады начинают возникать, и к этому-то я и перехожу, но перед этим я должен кое-что тут сказать. проницательный проницательный Сюняев, когда я об этом рассказывал в прошлом году, сказал, а как вы производите частицы, что ясно же, что ответ зависит от того, как вы вплевываете электроны и позитроны сюда. На что я ему ответил, что он ничего не зависит, все всегда получается одно и то же. Во-первых, это не вполне так. Действительно, часто не зависит, но под влиянием результатов о мертвом пульсаре Спитковского и Белобородова я научился получать мертвые пульса у меня. То есть, как это поздравляю вас с Авранши. То есть, в прошлом году, когда я сказал, что всегда, нет, не всегда, все-таки можно, если очень постараться, сделать пульсар мертвым. И второе, и в некоторой степени самое главное, это то, что, я же вам только что рассказывал, что у меня есть бессиловая зона. В бессиловой зоне электрическое поле перпендикулярно магнитному. Оно не ускоряет частицы, никакой терминальный лориенс-фактор там не достигается, то есть, мои уравнения внутри этой бессиловой зоны просто не работают, а я ими пользуюсь. Что же, собственно, я делаю? Ответ такой. Дело в том, что сама бессиловость это мощнейшая бессиловость электромагнитного поля, это мощнейшее ограничение на то, как работает пульсар. И поэтому рабочая гипотеза состояла в том, что существует и единственное решение, в котором бессиловая зона, где мои уравнения не работают, ограничена радиационной зоной, где Аристотелевая электродинамика применима. Теорема была доказана действительно доказана в двумерной геометрии, была изобретена такая двумерная геометрия, в которой само по себе возникала бессиловая и радиационная зона, причем граница между ними однозначно определялась, она была одной и той же, независимо от того, какой регуляризацией я пользовался здесь. Теперь я перехожу к тому, что в некотором роде работает против меня. Вот смотрите, эта теория о магнитосфере очень хорошо описывает Гемингу. Все совпадает. Удавая все отлично, короче. Но давайте немножечко посмотрим повнимательнее. Геминга имеет температуру 42 электрон-вольта. С хорошей точностью, насколько я понимаю. Кат-офф энергии Геминги это 2 гигавольта. Если вы помножите кат-офф на температуру поверхности и поделите на массу электронов в квадрате, вы получите 0,35. Но все мы знаем спектр Планка. Там полно фотонов с энергией 3 ТС. Это значит, что почти начинает выполняться механизм для каскада. Почему каскад? Если у вас теперь летящий из поверхности фотон столкнется с 2-гебным фотоном, то он столкнется с ним с маленькой опсической толщой. Но один электрон излучает много фотонов. Произведение здесь большое, и поэтому, если такие столкновения приводят к рождению электрон-позитронных пак, то вся эта магнитосфера заполнится, и он перестанет быть слабым пульсаром. Но смотрите-ка, геминга-то ведь светит так, как здесь написано, значит, этот каскад не происходит. Почему он не происходит? Ну, понятно почему, потому что мы знаем, как лентин гамма и как лентин экс, и поэтому нужно ввести геометрический фактор, он оказывается 0,15, и только это нас спасает. Теперь смотрите, геминга-это один из самых слабых, он один из самых ярких, но один из самых слабых пульсаров. И если уже в геминге я почти побежден этим каскадом, то когда я перехожу к другим пульсарам, очень естественно, что этот механизм начинает включаться. Когда он включается, он немножко искажает границу бессиловой и радиационной зоны. Но меняет спектр, естественно, делаю, увеличивая гамма и уменьшая кат-офф-энерджи, то есть все, как говорится, как доктор прописал. И вот теперь я хочу, пусть даже за счет вопросов, показать этот мертвый пульсар, потому что для меня... Или я уже и вопрос исчерпал? Дело в том, что я хочу показать вот этот мертвый пульсар, потому что для меня это было сильной мотивацией. Вот это то, что получали Майкл, Чен и Белобородов, Беляев и Спитковский. Вот если я частицы бросаю только с поверхности, раньше я бросал частицы как? Я вот в этой зоне вокруг пульсара держал мощное электрон-позитронное облако, моделируя каскады вблизи поверхности пульсара. Теперь я, чтобы подыграть Спитковскому и Белобородову, выпускаю частицы только с поверхности. У меня возникает примерно такая же бессиловая зона, но только она возникает намного-намного ближе к этому пульсару, и никакие токи здесь не текут. Но ясно, что такая магнитосфера, если геминга настоящая, которая получается в моей обычной модели, лежит на пороге, то здесь вы этот порог далеко переходите, здесь каскады возникнут мгновенно, и у вас начнет заполняться вот эта часть, эта магнитосфера поползет, и только лишь доползя до примерно светового цилиндра, она сделает cut-off energy достаточно маленькой, так, чтобы этот каскад прекратился. То есть в этом смысле ну и короче, раз времени нет, то что я могу сказать, что не есть два варианта, что да, есть слабые пульсары, для которых все определяется только спином, диполем и углом между ними, а я думаю, что для всех вообще пульсаров, не только для слабых, а вообще для всех пульсаров на свете никакие актуполи, квадрополи роли не играют, а пульсар это такая же чистая система, как черная дыра, но только у черной дыры у вас сколько параметров? Масса, спин и заряд, а здесь у вас пять параметров, причем, как говорил Юра, по-моему, это не совсем параметр, он очень близкий у них у всех, то есть вот эти пять параметров и больше ничего, никакой грязной поверхности физики, вот эти пять параметров полностью определяют магнитосферу и излучение, и гамма-излучение пульсаров. То, что магнитосфера не такая, как я нарисовал, но это вряд ли. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это вам первый вопрос. Краб, мы видим его до двух ТЭП. Это в тысячу раз больше, чем энергии излома. Невозможно создать сеть при излучении перерывной. Два ТЭПа. Два ТЭПа. В Крабе Котов, по-моему, получается, если бы не было и гранировки, он бы получался в районе 50 ГФ. Два ТЭПа не очень понятно, как можно создать. ТЭП. Тысячу раз больше, чем излом. Нестепенной. В смысле, неэкспоненциальный как-то должен меня на пункте или как-то должен сказать. Пожалуйста, все вопросы. У меня, наверное, тоже такой дурацкий вопрос. А когда я слышу про единственный инвариантный закон Ома, у меня возникает вопрос, а почему я не могу туда в нужных степенях напекать сколько угодно где квадрат минус b квадрат или где на b. Оно написано, да. Вы можете, конечно, любые скалярные инварианты, там стоит проводимость, и эта проводимость, вообще говоря, конечно же, является функцией инвариантов. Да, вы можете напихать туда, конечно. Но дело в том, что... Нет, это правда, конечно, но дело в том, что в реальных приложениях эта проводимость оказана браться большой, потому что она по физике дела является большой. А когда она большая, то чему именно она равна не имеет значения. это было проверено. Это нормально. Причем потом это вопрос уже академический, от этой модели пришлось отказаться, оно и в плохой спектр. У меня вопрос больше, может быть, здесь, или мы стоим, ты еще здесь, или нет? Здесь, да. Здесь, а да. Или, может, докладчику. Я помню, когда Ивред открыл гамма-излучение от Геминги, в то время Геминга не все время светила, она время-времени светила, а время-времени нет. Вот сейчас Ферми видит ее все время, Гемингу, или у нее, так сказать, есть салимание яркости? Хороший вопрос. Я за Геминги не светил. Я задействую и делаю. Дело в том, что этот Ферми он очень user-friendly, и даже такой теоретик, как я, может скачать оттуда фотоны с тайм-тебами, и я пытался делать кросс-корреляции фотонов, чтобы поймать турбулентность, если она там есть. Так вот, он светит постоянно, да? Он не меняется. Я просто думал, что если бы... Он один из самых ярких и вполне себе постоянный. Но только, конечно, когда я говорю постоянный, нужно понимать, что вы получаете меньше одного фотона на импульс. То есть, это нужно делать эту свертку, да, но я знаю, он там за месяц. Да, за месяц он постоянный, да, это они делают. И мы переходим к последнему доказу. Гридин-Легкововский аттрактор в нейтронных звездах. так, все работает. Поскольку я стою между вами и банкетом, я могу ответить нет. И, наверное, за это выиграет. но поскольку чармен был столь строг, что мы полностью соответствуем графику, то мне придется 20 минут постоять. итак, я начну с простой точки диаграммы, которую сегодня уже много раз показали, с тем, чтобы обратить внимание на то, что есть очень много разных молодых нейтронных звезд, радиопульсары, магнитары, вращающиеся радиотранзиенты, которые рации, обозначенные, великолепная семерка, которая тут сидит. Есть такое большое многообразие, которое нужно как-то единым образом объяснять, поскольку в последние годы стало ясно, что не получается сказать, что объект родился радиопульсаром и всегда будет радиопульсаром, или родился магнитаром и всегда будет магнитаром. Кроме всяких прочих проблем, мы просто видим, что они переходят из одного класса в другая обратно, поэтому нужно строить какие-то такие общие модели, и главным компонентом такой модели является магнитное поле. Соответственно, магнитные поля, во-первых, они затухают, и это совершенно естественный процесс, поскольку поля порождаются токами, токи затухают, когда поддеваются, поэтому то же самое происходит с полями. Здесь на графике по вертикальной температура здесь возраст, здесь магнитное поле, и видно, что для магнитаров, то есть для самых замагнеченных нейтронных звезд эффект затухания наиболее значим, для обычных пульсаров он гораздо менее заметен. Вторая вещь, которая важна, это всплывание магнитного поля. магнитное поле можно завалить сразу после вспышки сверхновых в течение первых часов максимум, и потом поле будет потихонечку выбираться, ну и если завалило, не сильно выберется. Все, конечно, зависит от того, какая масса упала, выбирание может занять очень большой промежуток времени, но есть разумный диапазон параметров для вот этой возвратной аккреции, полбета, который позволяет вылезать пульсаром на масштабе десятки тысяч лет. И вот здесь, кстати, может быть интересный вопрос Андрей, относительно того, играет поверхностный эффект это какой-то роль или нет. А вот люди ищут пульсары, у которых поле вылезло, и они включились. Он не был пульсаром, потом поле поднялось, включился, и их не видно. То есть такое ощущение, что что-то там все-таки важное вблизи поверхности происходит. Можно потом обсудить. И, наконец, еще одна важная вещь, которая нужна для единого описания, это хораидальное поле. Оно может быть, кроме того, что оно может быть большим, оно может очень сильно влиять на эволюцию поля в коре. Но вот много раз я не буду к этому возвращаться, много раз будут картинки, где поле ссоро, точно в коре, а ядро просто никакое. Но есть ощущение, что это не лишено смысла, в том смысле, что не очень важно какое поле в ядре. Вот как раз сегодня появилась статья большая, где люди развивают этот подход и показывают, что, в общем, может быть, нет ничего страшного в том, чтобы, обсуждая динамику эволюцию молодых пульсаров, игнорировать поле в ядре. Поле распадаются, они распадаются у магнитаров, это мы знаем, запыхают, если угодно. Вот, кстати, редакторы придирались за хальфу распад поля, на что оно распадается, мы запыхают. Но вот в отличие гаммов от нас в известиях Академии науки, можно у Михаила Евгеньевича спросить точнее, нам просто сказали или уберите термин УРКА или расшифруйте эту аббревиатуру. И нам пришлось вот ссылаться на авторитет, статьи мы это оставили, тем более, что статья была на русском, у нас это было написано еще по-русски, что-то, наверное, совсем резало глаз, ребята. Итак, поля затухают у магнитаров, довольно трудно изучать распад полей, затухание полей на масштабах, скажем, 10 миллионов лет для нормальных нетронных звезд, но это тоже можно пробовать делать, мы несколько лет назад сами чешки мы это делали, мы взяли много рентгеновских пульсаров в Магеллановом облаке, такая довольно однородная выборка, есть периоды, есть хорошая модель акреации Шакуру-Краснова, и вот на этой картинке крестики это данные, а сплошная линия, что такое пунктирное, неважно, сплошная это то, что предсказывает модель затухания поля, то есть магнитары рождались, и они попадали в двойные системы, но мы не видим очень молодых объектов, поля у сильно замагниченных нейтроновых звезд должны распадаться быстро, быстрее, чем за 100 тысяч лет, и наблюдая уже реальные рентгеновские пульсары, мы не видим сильно замагниченных нейтроновых звезд, и это, видимо, соответствует наблюдениям для гораздо более широкой выборки, поэтому, всякий раз, вызывают сомнения очередные заявления, что кто-то видит акрицирующий магнитар, если люди не могут показать, что этот объект страшно молодой, с возрастом десятки тысяч лет, не больше, то крайне сомнительно, что магнитное поле смогло выжать в течение миллионов лет, и это чему-то проявляется в этом объекте. Но интересно, что происходит у нормальных радиопульсар, с сильно замагниченными импонентами, поля затухают, это важно, что происходит с обычными радиопульсарами. Люди, я думаю, что там с начала 80-х годов, наверное, искали затухание магнитного поля в нормальных радиопульсаров, совершенно точно это уже искали в начале 80-х, очень активно, и то находили, то не находили, и это, в общем, продолжает тупать упору, нет никакой ясности, с одной стороны, есть довольно серьезное утверждение, что основная популяция радиопульсаров в целом хорошо описывается без гипотезы о заметном затухании поля. С другой стороны, постоянно появляются результаты, где люди так или иначе говорят о затухании поля обычных радиопульсаров, естественно, не может быть сильным. Мы внесли свой вклад с Андреем Мегушевым в прошлом году, мы провели такое большое исследование, смогли выбрать, как нам кажется, группу пульсаров, для которых эффекты селекции не важны в смысле решения этой задачи, и модель была протестирована, тесты я опущу, времени нет, и у нас получился следующий результат. Пульсары мы могли брать только достаточно молодые, то есть возрастали до 400 тысяч лет примерно, и для этих пульсаров у нас поле затухало примерно вдвое. Естественно, такую штуку нельзя тянуть дальше, темп расхвата у нас получался как раз порядка 400 тысяч лет, ее нельзя тянуть дальше, потому что, если это происходит все время жизни пульсара, то поля совсем распадутся, и никакой такой поисточки нормального не опишет. Поэтому важно было понять, то ли, конечно, у нас все неправильно, то ли нужно было придумать, как остановить это затухание поля. И здесь есть несколько вариантов, исходятся они в начале этот вопрос о том, а из-за чего поле уменьшается. Поле может уменьшаться или исключительно из-за амического затухания, и тогда объекты еще достаточно гореть, что затухание в массе пульсаров, конечно, если там открыт прямой рукопроцесс, то если дурка открыта, то все возможно, но в основном нейтронные звезды должны быть первые сотни тысяч лет достаточно горячие, и затухание будет в пятинафанонов, или работает Холловский каскад, который сам по себе не является диссипативным процессом, но перегоняет поле из более крупномасштабного в более мелкомасштабное, которое очень эффективно диссипирует обычным амическим затуханием. И первое, что мы попробовали в смысле видеть ли Холловский аттрактор, про который я еще скажу, это посмотреть, как затухают поля обычных радиокульсаров. Вот он начал рассказать Холловский аттрактор. Появилось несколько работ, первыми, мне кажется, привлекли внимание к этому Боргулятор с Итами, где люди изучали эволюцию поля в корее нейтронной звезды, и у них получалось, что относительно быстро, с точки зрения эволюции нейтронной звезды, поля выходит, конфигурация поля, выходит на некий стационарный режим, где мощный Холловский кастат прекращается. То есть мы знаем, что у магнитаров поля быстро затухают, и мы думаем, что основной движущей силой является Холловский кастат, но потом этот процесс останавливается. Останавливается как раз на масштабе времени сравним с возрастом самых старых магнитаров. Там можно играть с парами, можно получать сотни тысяч лет, чуть больше, чуть меньше, но сотни тысяч лет, миллион лет, это такой типичный масштаб достижения Кастана, когда формируется структура поля, которая долгое время не меняется за счет Холловского процесса, а диссипация идет за счет обычных хонических процессов, которые идут гораздо медленнее. И в работе Горгулятор с Итами они исследовали структуру Холловского аттрактора для стабильной конфигурации. Для данных параметров у них все это достигалось за полтора миллиона лет. Все это сильно зависит от вероятного магнитного поля, от того, где текут токи, там довольно много параметров. Но важно, что когда это все выходит на режим, где поле уже сильно не меняется, то основные компоненты это диполь и октуполь, ну и немножечко вот L5, но его уже сильно меньше по интенсивности, где поле октуполь, то есть довольно простая конфигурация поля снаружи. И кажется, что это можно посмотреть. Недавно появилось в 19-й год другое исследование Луцца и Холлер-Баха, где они также исследовали аналогичные процессы, совершенно независимо получили похожий результат. То есть снова формируется структура на немножечко другом масштабе времени, но качественно это все очень похоже. То есть кажется, что есть такие серьезные численные теоретические аргументы в пользу полустолкастада и времена повторюсь реальны. То есть можно искать объекты, где эта штука может проявляться, в том числе почему бы не предположить, что то затухание поля, которое мы нашли с Андреем Лошем, останавливается из-за Холловского отрака. Давайте попробуем. Тогда нам нужно немножечко похитировать нашу модель. Вот Холловское время. Здесь основной параметр это плотность электронов, там где текут основные токи, и характерный пространственный масштаб этой области. Соответственно, мы можем нарисовать такую привычку, и нас будет интересовать место, соответствующее нашему масштабу затухания примерно на 40000 лет. Сможем ли мы туда запятнуть все токи? Получается, что пересечения есть, параметры довольно нормальные, но дальше мы хотим сравнить это с амическим затуханием, которое происходит на фононах, значит нам нужна стекловая эволюция, поэтому мы попросили Петра дать нам стекловую эволюцию, но он нам ее дал. и глага у него теперь есть новая, и получается, что можно найти область параметров, где время холловское и время амическое затухание на фононах одного порядка, и это соответствует примерно нашей задаче. То есть действительно, во-первых, а, все это может работать, может восстановить затухание боли, б, ответов может быть два, или один, процесс или другой. Ну вот, если мы сложим все вместе, холловский процесс и холловское затухание на фононах и на дефектах кровешетки, то для пульсарных полей, то есть вот тут поля никакие не магнитарные, получаются примерно вот такие графики, и вот он плоский участок, но, как мы увидим дальше, это не холловский аттрактор. Здесь холловский процесс выключен, здесь оставлено только затухание на неоднородности на дефектах коры, здесь есть еще затухание на фононах, и вот эта штучка, переход, здесь нейтронная звезда остывает и достигает некой практической температуры, затухание на фононах фактически выключается, вот эта штучка идеально нам подходит, давайте посмотрим на новом графике, здесь нет холловского затухания, здесь есть холловское затухание, холловское затухание с аттрактором, то есть оно останавливается и остается чисто амическое, вот это место, это достижение критической температуры, где выключаются фононы, это три холловских времени, здесь мы так руками решили, что соответствует примерно холловское объект садиться на холловский аттрактор. То есть с одной стороны получается, что можно останавливать и так, и так, но реально в нашей выборке радиопульсаров, где у нас останавливалось поле, все это скорее соответствует переходу с фономного затухания на затухоненных дефектах, то есть по радиопульсарам холловский аттрактор не видно. Что еще у нас есть? Давайте попробуем понять место холловского аттрактора на ппс-точке. Вот две линии, они соответствуют уменьшению поля в е квадрат раз и е поп раз. То есть это, согласно оценкам, более или менее то место, где нейтронные звезды сходятся на аттрактор. Видно, что магнитары в общем от него далеки, какие-то пульсары подходят близко, но это уже близко к линии смерти. Там трудно изучать, там много всего другого может происходить. Зато есть великолепная семерка. Очень такие чистые объекты без лишней магнитно-сферной активности в связи тепловым излучением с поверхности. Они находятся прямо в области, где вектор гурбулят из-за каменных прописали. Может быть даже среди них мы можем попробовать выбрать объекты, которые ближе к аттрактору уже в немножко других координатах. По вертикальной оси отложена светимость по горизонтальному магнитному полю. Есть ощущение, что для великолепных семерков в светимость еще значительных вклад вносит диссипация энергии магнитного поля. Соответственно, там, где светимость ниже, мы можем ожидать, что диссипация уже менее значима, речь идет только в осадочном тепле. Там, где светимость повыше, скорее всего объекты еще далеки от аттрактора. Но вот они так выстраиваются и кажется, что аттрактор в этом направлении. Объектов мало, поэтому каждый из них может быть особенным. Мы сконцентрировались на 1856, первом открытом объекте великолепной семерки, и одном из самых хорошо изученных. Я пропущу. Идея состоит в том, что аттрактор, согласно предсказанию гладиарности камерности, состоит в основном из диполя Актуполя, а температура поверхности в простейших моделях как раз зависит от того, как распределено магнитное поле по поверхности. И пользуясь кодом, который есть у коллег в университете Падуэ, мы посчитали тепловые карты. Это карта для чистого диполя, экватор, это диполя Актухоль, это диполя Актухоль и Л5. Они немножечко разные, и мы можем фитировать много разных вещей. У нас есть очень хорошие спектры для великолепной симметрии, у нас есть доля фунсирующего излучения, и спектр там есть разные варианты, температуры, линии, другие параметры. Мы попробовали сравнить, можем ли мы описать это в рамках модели с полосхемографом. если мы фитируем 1856 источник одним черным телом, то фит получается очень плохой. Это хорошо, потому что этот блок фитирует и предсказания полоскового аттрактора. А вот если мы фитируем двумя черными телами, то, во-первых, это самый хороший фит для этого 1856, и в этот момент мы писали абстракт для фея. В абстракте написано, что мы видим полоски аттрактора. И если мы профитируем предсказание полоскового аттрактора двухкомпонентным черным телом, то тоже все шикарно получается. Здесь очень маленький хи-квадрат. Мы можем объяснить долю пульсирующего излучения, которая чуть больше 1%. Не очень реально ее получить. Мы можем объяснить прекрасно обе температуры, которые видны в спектре. И казалось все прекрасно. Но по-моему обратили внимание на такую маленькую деталь. Температура у нас правильная, светимость правильная, доля пульсирующего излучения правильная. Все про возраст, все достигается как надо. Но неправильная площадь двух этих черных тел. Данные говорят нам, что этого объекта все-таки горячая область, я не буду говорить, что это полярная шапка, в общем, не обязательно полярная шапка, но горячая область, маленькая, холодная, большая. У нас получалось ровно наоборот. В фите по параметрам, которые соответствуют полузскому аттрактору, к сожалению, оказалось, что и здесь мы видим полузский аттрактор. То есть то ли предсказания неправильные, то есть полузский аттрактор существует, он достигнут, но он не состоит из полярных поля, с их точки зрения интересного предсказания других групп, которые считают динамик по магнитному полю и хари, то ли аттрактор не достигнут, то ли он не существует, но к сожалению, пока, как нам казалось, посмотрев на разный тип объекта, в которых мы уже можем рассчитывать на появление холловского аттрактора, мы его не увидели, и вот с этими неутешительными выводами я останавливаюсь. У меня вообще есть принципиальные возражения против холловского аттрактора, хотя груглярно мы с мыслью начали искать стационарное состояние холловской плазмы. Принципиальное возражение в том, что в холловской плазме нельзя написать ровный ядер в отличие от МГД. В этом смысле она более похожа на нежимаемую жидкость. Нежимаемой жидкости нету, ничего специального надо. Ну да, то есть может быть, мы его не видим, но там всего нет. Вопросы, пожалуйста. Ули должно быть идея в ядре какое-то поле? В начале доклада мы видим, что это наверное не так важно. Какой аргумент существует? Если добавить поле из ядра, то не добавится обходе. То есть оно проходит сквозь коронку, это меняет, мне казалось, всю динамику по полю в Корее. Потому что все эти симуляции, которые показывают, это все поле изначально сидит в Корее, все только и там. Ну вот сегодняшнюю статью я успел просмотреть на сегодняшнем заседании, которые нечастия были интересными, поэтому. То есть люди, ну в смысле он с компанией, считал уже не он, но код исходный их, они добавили поле в Корее и посмотрели динамику, и она не сильно влияет в ЕДе и вроде бы действительно, ну как я понял эту работу сегодня, это несколько оправдывает игнорирование динамики по крайней мере по крайней мере динамика не важна а если она там добавляет какой-то диполь снаружи основные выводы вроде бы это тоже не поменяет важно, чтобы она не влияла на динамику да? я не знаю, вы согласны? я не понимаю почему как это может происходить но я прочту ну так да я, к сожалению, тоже не могу ответить мы на самом деле сделали тоже недавно мы не опубликовали еще пока симуляция с поля в ЕДре и даже там похожи другие выводы я извиняюсь это не может поддискутить но если есть протонная светопроводимость в ЕДре поле вполне может за счет эффекта миксера просто выдолкнуться и не будет нити ну нити нити поддолкнуться или нет от нити избавиться тоже не так просто правильно? ну так нужно затолкнуть хорооо давайте мы поблагодарим всех до конца и пойдем немножко расслабляться спасибо спасибо мне кажется что вот кидов где можно посмотреть а то беспокоить спасибо 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 Продолжение следует...